добрый вечер сегодня занятие по разделу толдот со строя с раввином израилем азельшаф из риги приветствуем тебя израиль привет или слушай ну вот все-таки имеет какой-то смысловую нагрузку название разделов или они просто по первым словам потому что если смысловая нагрузка то о чем это вообще все к этому разделу там там загадка на загадки на самом деле потому что толдота слова ли я лет родить или породить и там вот родословие из как авраам родилась как то есть и все да нет нет тут больше вот родословия ицхака сына авраама делать как обрам родился когда значит я я специально искал объяснение и объяснение ну вот такого рода что здесь полемический аспект ну оказывается логически убедительным в том смысле что не ишмаэль не ишмаэль его ну наследники его миссии его продолжать и вы продолжать его дело дело его жизни а ицхак ицхак его сын авраам его отец то есть у них почему это важно в предыдущей главе речь шла о попытке слава богу не удавшегося жертвоприношения и там только один намек на нормальное отношение что пошли оба вместе как туда так и оттуда ну то есть на гору где могло это произойти не так вот пошли оба вместе вот это одно объяснение а здесь следующая глава начинается с того что ицхак сын авраама авраам отец ицхаку то есть отношение сына к отцу и отца к сыну вполне себе естественно родственные вот честно говоря первый раз такое в разумительное адекватное объяснение это примерно как вот иудея как бы это был израиль да то что если называть израилем то северное царство то как бы это совсем уже там даже содержание не было потом там-то много да терминологически опутали туда ну здорово да то есть а значит сына в рама это значит что он как бы принял все это в рама да и остальное в другую сторону что именно в рам его здорово не только это что их отношения не не изменились после неудавшегося жертвоприношения это они ну как бы не 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 мелочи потому что попытка убийства это может сильно испортить отношения ну вот а тут тут все ну как бы вот это ставит естественную точку на на всей предыдущей истории с этими комментариями которые скажем вот без этого вот без этого абзаца были бы сильно натянуты ну да и потом дальше вот это такая же похожая история повторяется с его сыновьями поэтому это все один раздел ну вот логично отлично смотри рифка тоже не меньше тут указано и дочь того-то и сестра того-то причем дочь армянина сестра армянина сестра лавана что этим подчеркивается в этом но есть кроме биографических данных какой-то смысл ну есть есть несколько прости да вот знаешь я понимаю что можно развести большую кабалу но как бы какой смесли на уровень на уровне пшата на уровне пшата значит рифка приличная девочка тогда еще девушка потом приличная женщина которая осталась прилично несмотря на семью и в этом ее особая заслуга между прочим и цхак сын приличных родителей с приличными отношениями прямыми во всяком случае между между собой у рифки в семье ну жулик на жулике жуликом погонять вот получается что когда у и цхака и рифки родились эти близнецы то один унаследовал прямоту и цхака и его семьи прямоту рифки которая сохранила свое ну свои установки положительные и сав который не будучи знаком со своими родственниками по женской линии парень и по линии рифки вот тем не менее оказался и наглым и хитрым и жестокими и активными так далее но при этом его хитрость жестокость и активность ему не помогла скорее даже повредила а яков будучи по природе своей человеком прямым тарак говорит об этом бога пишет ишь там человек цельный прямой простой он был вынужден и хитрить и активничать и ну в общем всяко ловчить то есть каждый преодолевал свою природу в сторону противную его убеждения даже не то что качество вот что интересно там очень сложная игра смыслов если ты самого начала вот это противостоять противостоять противопоставление да значит я правильно тебя понимаю что в оригинале видно это противопоставление что ицхак абрам дальше рифка там арамейцы вот это противостоять противопоставление этот правильно да конечно тогда следующий следующий следующие предложение говорится о том что она не могла за часть то есть получается что из-за этого из-за этой разнородности она не могла зачат получается так есть разные объяснение одни считают что из-за этой разнородности, кто-то считает, что у Ицхака были сомнения, потому что как пророк, он есть допущение, допущение, нет, нет, не твердое мнение, что как пророк он мог предполагать, что от него произойдет злодей и злодейские народы. И мы видим, где это однажды проявилось в Танахе, когда царь Хискияву, у царя Хискияву родился Минаше. Вот, когда он родился, Хискияву отказался от близости с женщинами, потому что знал о том, что от него произойдет нечестивый, ужасный злодей. И это его злодейство приведет к поставить народу на крайнюю катастрофу. Скажем, традиция говорит о том, что, не знаю, насколько это мидраж, насколько это правда, то есть сообщение, что когда он нес сыновей на плечах, и они друг с другом, разговаривая, планировали убийство мудрецов, пророков, раввинов, праведников и так далее. Вот, и когда он осознал степень серьезности того, о чем они беседовали, он одного из них скинул и убил. Царь Хискияву убил своего собственного сына. А второй выжил, был покалечен, тоже он его скинул, но выжил и стал царем Минаше, который действительно все это дело реализовал. Вот, то есть, есть предположение, что Исхак, будучи пророком, это знал. Подтвердить это предположение я не беру себе для письма. Но что? Что их... У них была такая ситуация. Ривка получила какое благословление? Ахотейну Адгей Альфейр Вава. Сестра наша пусть станешь теми рядами тысячи. В зерех ереш шарей сонав. И потомство, семя твое, потомство твое, овладеет, ну, буквально унаследует навсегда ворота своих врагов, то есть одержит решительные победы. И это было заклинание армейских колдунов, их благословлений. То есть, комментаторы говорят о том, что если бы Ривка вскоре после замужества родила, то это могли бы адресовать этим армейским колдунам. Насколько оно убедительно? Ну, например, мы все знаем слово абракадабра. Правда? Ну, как полная путаница, непонимаемая по определению. Так вот, это заклинание армейских колдунов. Авра-ка-дабра. Прошло, как сказано. То есть, прошло, ну, потому что сказано. То есть, словами изменил реальность, отменил существующее положение вещей. Либо кого-то, либо действие, либо последствия действия. И отсюда пошло вот все путаница. Непонятно, что сказано и для чего сказано. А на самом деле это путаница и есть инструмент этого заклинания. То есть, насколько живучи такие вещи, мы видим на этом телевидении. Так вот, есть и другое объяснение. Что им надо было, родителям, надо было созреть до соучастия в этом противостоянии. Ведь рождение Исаава и Якова, это, ну, божественный промысел. В общем-то, извините за патетику. Прямой результат молитвы, прямой результат вмешательства Всевышнего, естественных отпущений. Значит, какое-то благословение в этом должно быть закрыто? Конечно. В том-то и дело. И получается, что их напряженное взаимодействие, которое выражалось через конфликт, через контакт, через дискуссию, прямую, косвенную и так далее, обвинения прямые и косвенную, взаимодействие в какой-то мере, тоже можно сказать, потом, через много лет, через 20 лет, это все было, ну, запрограммировано, по сути. Ну, то есть, забегая вперед, если бы Яков так не поступил, как поступил, то у Исаава, собственно, не было бы никаких, ну, как бы, причин для развития, поводов для эволюции. У него все хорошо, он всем доволен. Ну, да. Не только. А тут, как бы... Ну, продолжай, извини. Не-не, все есть. Просто, ну, у второго ребенка, у него даже по психологии порядки рождения, у него занята конкуренция, что вот он хочет походить на старшего, он хочет как старший, это и проявляется и в имени. А тот полноценный, пока не возникло повода ощущать себя неполноценно. Ну, это хороший комментарий психолога, мне он в голову не пришел, но представляется ценным, как еще одна гранистины. Вот. Кроме того, не было бы стимула и для Якова, между прочим. Потому что, если у него все хорошо, то зачем прикладывать сверху усилия? А так в их напряженном взаимодействии и в напряженном взаимодействии их потомков выковывалось, выкристаллизовывалось вот эта жизнь в ее тяжелом многообразии, с которой мы знакомы, и которая побуждает и потомков одного, и потомков другого к активному интеллектуальному взаимодействию. Иногда это соперничество принимает военные формы, иногда политические, экономические, философские, религиозные и так далее. Но, тем не менее, это побуждает, тонизирует национальную мысль. В широком смысле, я не имею в виду в этническом. Цивилизационную мысль, вот так будет точнее всего. И то, что евреи адресовали качество Эдома в свое время Эдомитянам, что логично. Йоханан Геркан герезовал Эдомеен насильственно, это было нарушение, конечно. Потом это был Рим. Рим. Потом это был Рим. И находят много соответствующих примет, причем примет феноменологических, феноменологическое сходство находят. А об этническом не говорят. Этническое сходство, оно само по себе интересно, оно есть. И черты этого сходства проступают очень явственно, кстати. И потом христианской церкви. И вот здесь, если сравнить отношение евреев к потомкам Ишмаэля, Корану, их потомкам Ишмаэля, мы видим странную вещь. Мы просто наблюдаем, что с одной стороны мы видим много уважительных откликов, оценок по поводу теологии потомка Ишмаэля. Ну, я имею в виду Ислам, Коран и все, что с этим связано. При том, что Коран открыто враждебен по отношению во многих местах. В пяти сурах Корана вообще там очень жестко все. И при этом евреи спокойны. На этот счет мне ничего не угрожает. Ну, идеологически. А с христианцем ситуация с точностью до наоборот. Со мной стороны, евреи посмеиваются. Я сейчас просто цитирую, это не моя позиция, я так мечтаю, но я просто ее привожу как иллюстрацию. Посмеиваются над недоумками, которые не отличают одно от трех и видят в этом профанацию. С другой стороны, ну, вроде как несерьезно, там насмешки идут и презрения и так далее. С другой стороны, опасаются влияния христианства на еврейские умы. Серьезно опасаются. То есть ситуация обратно противоположна, прямо противоположна ситуации с потомством Ишмаэля. Ну, потому что Ишмаэль, как бы открытый оппонент, там все понятно. А здесь братья-близнецы, очень похожие. А Коран говорит, что не бери в друзья ни еврея, ни христианина, потому что они друзья друг к другу, а нам враги. Вот это интересно, да? То есть со стороны эти отношения выглядят вот примерно так, как соперничество внутри семьи. И то, что, скажем, христианство признает авторитет Танаха, ну, пусть даже как Ветхого Завета, но тем не менее экономический текст. Оказывается, что общее поле для дискуссии у нас есть. Мы находимся по разные стороны этого поля, разумеется. Но поле для дискуссии у нас общего. И задачу, скажем, ну, ранние комментаторы, например, задачу евреев в отношении Исава видели, как необходимость вернуть Исава домой. Видишь, тогда, вот сейчас ты так просто, мне кажется, объяснил, мне вот наконец видно вот эти параллели, что это без натяжки один к одному. Вот это наша последующая история, заложенная в этом алгоритме. Но тогда получается, что появление христианства тоже божественное. Не недоразумение по каким-то причинам, а изначальный промысел. Ну да. Но здесь видели недоразумение с обеих сторон. Евреи видели недоразумение в какой-то странной юридической секте, там какой-то перекос с эллинистическими включениями. И когда они уже возьмутся за ум и вернутся домой, ну, как бы все точки на дыру оставят. А христиане, как я понимаю, видели, что ну, какая-то тоже недоразумение. Ну, вроде столько умных людей, приличных, развитых и так далее. Ну, вот уже признали этого человека, там, его статус и так далее. В теологическом смысле одни евреи упрямятся. Непонятно почему. Да, то ли тупые, то ли завидуют статусу, то ли не готовы там своего родственника признать таким баея и высоким человеком. Вот. Но каждый видел в позиции друг друга недоразумение, которое вот-вот разрешится. Но это вот-вот больше двух тысяч лет. Вот. И уже пора, как бы, ну, начать рассматривать всерьез. Как божий промысел. В этом смысле, ну, скажем, на уровне декларации, как минимум, может быть, действительно, а может и нет, я не знаю, не могу сказать. Ну, раньше всех, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, двинулась католическая церковь. Ну, там, с декларациями Вселенского собора и Яна Павла II и так далее. Я не знаю, насколько это искренне. Сейчас протестантские церкви решили осознать. С нашей стороны, ну, вот, пожалуйста, там, Полонский, Иуда Глик, есть еще достаточно много величных людей, которые всерьез заследуют ситуацию, они отмахиваются и брезгливо щурятся. Вот. А в христианстве я вижу вот крайнее такое упорство тяжелое со стороны православия, которое в этом вопросе не сдвинулось вообще ни в какую сторону. Изюминка в том, что абсолютно большинство христиан православия не считают христианством. Не, ну, это обычная история, но православные не считают тех христианами. Мы знаем. Потому что нету ни атрибутов, ни практики, ни символа веры, которые бы хоть как-то соответствовали мейтстриму. Ты знаешь, вот когда встает вопрос, кто такой настоящий еврей, откуда бы он ни приехал, он говорит, там, настоящие евреи приезжают, значит, там, спросишь, откуда там, из Москвы. А, значит, из Москвы. А из Марокко, я считаю, потому что я из Марокко. Вот. С грузинами, по-моему, то же самое. Настоящие грузины, ну, в общем, так, в одном случае это с Ланетти, а в другом кахетия, в третьем, в игре, в игре, в игре, и так далее. Каждый говорит, что настоящий грузин с того. С рамянами, по-моему, та же история. Ну, в общем, это общее место. Ну, хорошо. Я вот хочу чуть-чуть еще покопаться в этих начальных предложениях. Получается, что был промысел, ну, имеется в виду предвидение, да, что Ицхаку нужно дополнительное усилие духовное для потомства, несмотря на все обетования. Ну, ситуация сама по себе не решалась, он был приличным человеком. Ну, я так предполагаю, да. Но сама по себе ситуация не решалась, нужна была молитва. Да. Нужна была молитва. То есть, можно ли сказать, что вот именно промы, ну, как бы, ну, я не знаю, христианская терминология в плане Бога. Ну, ладно, ладно. В плане Бога было предусмотрено, да, в программе, чтобы все-таки Ицхак молился, чтобы он преодолевал эту ситуацию духовными усилиями. Да. То есть, здесь, ну, если перевести с нормального русского на современный, то требовался интерактив, требовалось, ну, как бы, встречное движение. Не только Бог хотел, но чтобы и люди захотели. И тогда в этом взаимодействии от Творца к Творению и от Творения к Творцу может, ну, созреть то усилие, то усилие, которое приведет к тому результату, к рождению этих близнецов. И рождение близнецов действительно не случайно, они очень были похожи. Они были очень похожи. Следующий вопрос про это же. Значит, это, по-моему, первый раз, когда сказано, что кто-то молился прям. Хотя нет, Элиезер там молился, но тут молитва, как вот такое преодоление. Потому что про Авраама сказано просто Бог ему сказал, Авраам сказал. Бог обещал, Авраам спросил. Ну, как бы больше на такое общение похоже. Вот чем отличается то, что Авраам Богу задавал вопросы от того, чем занимался Ицхад. Написано, что он молился, я не знаю, как на иврите. И можно ли сравнивать, что выше, что предпочтительно. Потому что, ну, все-таки там, когда ангелы приходили, это уже такая прям мистика-мистика. Мы считаем, что мистика это все-таки, ну, нестандартный вариант для жизни. На самом деле, нет. На самом деле, есть положение насчет мистики у евреев. Есть ли что чудесное для Бога? То есть, для Бога мистики нет. Мистика – это наша неготовность воспринимать ход вещей как допустимый. То есть, это выходит за рамки нашего представления о ходе вещей, но не за рамки божественного представления о ходе вещей. То есть, если бы, например, наше общение видели люди, незнакомые с, ну, никак, ни с интернетом, ни с компьютером, ни вообще с электроникой, ни с электричеством, они бы сочли нашу ситуацию абсолютно мистической. то есть, я тебя правильно услышал, что, значит, стремление к мистике, оно нездоровое осуждается, но если Бог действует в непривычном нам формате, то это нормально, мы это принимаем. Ну, да, потому что это в поле его возможностей. Вот и все. То есть, получается, что вот когда выпадал ман, то для евреев это было мистическое, ну, выглядело мистикой. Ну, там, выпадал, на всех хватает, ведешь себя прилично, находишь сразу, ведешь себя не очень прилично, находишь не очень сразу. Вот. А за 40 лет к этому привыкли, ну, нормально ман выпадает каждый день, кроме шаббата. А в пятницу двойная порция на каждого. И к этому привыкли, в этом перестали видеть чудо. А видели чудо в том, что идет человек, раскопал там, расковырял землю. зерно, которое можно разжевать и съесть, но там, приготовить. А вот, он его берет и закапывает, выкидывает. А потом из этого зерна целая пригоршня зерен, горсть этих зерен. Вот оно растет и вырастает. Это чудо. Слушай, значит, зернами. Это закономерность, которую люди открыли, или можно открыть. Да? При этом у него там есть свои оговорки. Эту закономерность воспринимали как выходящую за грань естественного привычного порядка. Да. Ну, изучив эту технологию земледелия, мы уже воспринимаем это как естественный ход событий. Да. А нам опять воспринимаем как чудо. Можем ли так также подходить к сверхъестественным вещам, если это подлежит научному методу, то это нормально. Но вот где грань между вот этой нездоровой мистикой и когда? мистика ради мистики. Вот это нездоровое. Когда мистика заслоняет естественные задачи человека, как они изложены в таре. Тогда это нездоровое. То есть, например, вместо того, чтобы сесть в лодку и переплыть на другую сторону, человек годами тренируется, а потом переходит через ганг-пост. когда это можно сделать за три копейки, например, за минимальную сумму оплаты. Вот. Вот это нездоровая мистика. Это то, что там шоке муни обсуждал. Уточняющий вопрос. Всем шалом. у человека умерущего зубная боль, и они всей семьей молятся, чтобы эта зубная боль прошла вместо того, чтобы сходить к зубному и удалить причину этой боли. Об этом речь? Да. Причем, если, например, совсем быть точным, если, например, запись к врачу, на одно время, и тогда он должен пойти к врачу. Он записался, и он планирует пойти к врачу, если действительно будет проблема. Но пока есть время до врача, они могут попытаться воспользоваться таким методом. Ничего плохого в этом нет, если они молятся и пристают к Богу с просьбами о здоровье. Ничего плохого в этом нет. Но оно не должно заменять. Если на утро у него все прошло и он здоров, то действительно не стоит идти к врачу. Но если и стоит, то только для того, чтобы удостовериться, что все в порядке. А если не прошло, тогда иди к врачу. То есть, опять же, если процитировать Коран, то однажды Мухаммада спросили, стоит привязывать верблюда или не привязывать, полагаясь на Аллах. Он говорит, лучше привязать и полагаться на Аллах. То есть, с одной стороны, делать в рамках естественного хода вещей все, что от нас зависит, но при этом никто не не возбраняется обращаться к Богу с просьбой о том, что для нас является чудом. Просто в некоторых направлениях в среде верующих культивируется именно питательная среда чудес. Но стремление жить в чудесах и другого как бы не нужно нам. Вот в этом плане, ты говоришь, перекосы. Да. То есть, если это только естественный ход вещей, там, рентген, врач, все дела, там, понятно, банковская система, то это, ну, эта позиция исключает свободную волю Бога. Понятно. Ага, то есть, навязывание механизма, как он должен действовать, сценарий, как он должен действовать. Да, да. Вот. И тогда мы доказываемся до, ну, в крайнем случае, до деизма, когда вот Бог как часовщик сделал этот мир, да, завел его и все, дальше он идет. Нет чем к нему обращаться. Есть он или нет, вообще не принципиально с точки зрения потребителя. И это плохая позиция, потому что она ведет к механистичности сознания. Естественный ход вещей только так и никак иначе. Отсутствие отношений с ними. Да, тогда отношений с Богом нет. Это то, чего мучит нас Тора, чтобы мы развивали эти отношения, но чтобы отношения не переходили в грань желания чудес ради чудес. Смотри, есть несколько имен, которые чаще всего Бога, которые чаще всего встречаются в Торе. Одно имя используется, когда речь идет о снисхождении, чудесах, преодолении естественного хода вещей, четырехбуквенное имя. И есть его имя, которое подразумевает силу, насилие, естественный ход вещей, неизменность связи причин и следствия и так далее. Природа, иначе говоря. То есть и то, и другое относятся к тому, что Тора называет Богом живым. И тогда он создал мир по этим законам, но он же оставил для себя возможность вмешиваться в эти законы и направлять творение по заданному им пути. Даже тогда, когда для самого творения это выглядит нелогичным, неестественным, ну, в варианте чудесным. То есть мы допускаем свободную волю Бога, его творческое отношение к уже созданной им картине, созданной миру, и при этом мы говорим, ну да, есть еще и законы, по которым этот мир функционирует, но есть возможность преодоления этих законов со стороны Бога. Мы можем рассчитывать на его милосердие, и мы молимся, но рассчитывать исключительно на его милосердие мы не можем, потому что есть еще понятие строгости естественного хода вещей, которые мы, учитывая, записываемся при необходимости к врачу. То есть расчет исключительно на милосердие Бога и на его чудотворность с еврейской точки зрения неправильно. Это называется принуждать Бога к чудесам. И более того, это считается признаком слабости сознания. То есть если чудо, то мы признаем Бога, а если чудо нет, то не признаем Бога. Например. И тогда оказывается, что для народа, находящегося на определенной ступени теологического сознания, им без чудо никак нельзя. Когда это сознание изменилось настолько, что стало и гибким, и прочным, и так далее, тогда уже необходимость в постоянных чудесах исчезает, отпадает. Уже сам. То есть сначала надо дать ручку, чтобы ребенок подержался. Потом, когда научается ходить сам, можно ручку не давать, но следить, чтобы не упал. Слушай, а можно это сравнить вот сейчас, в 20 веке это началось, появилась такая тема, как жениться по любви. Не родители устраивают браки, потом супруги начинают любить друг друга и учатся любить друг друга. Мне кажется, это похоже чуть-чуть, когда современные люди часто думают, вот, я не ощущаю эйфории, этой влюбленности, значит, нету любви. Или наоборот, делают решение на основании вот этой эйфории. Да, и тогда разводиться надо. И ломаются судьбы не только их, но и детей и так далее. То есть установка на спонтанность, на чудесность, на чувства, на эмоции и страсти это такой же перекос, как расчет только на спланированность будущей жизни, когда за тебя все решают и тебя ставят перед фактом, тоже нехорошо. Нужно и то, и другое. Так вот, кстати, в истории жениха Исхака там как, значит, он взял рифку, ввел ее в шатер матери своей, женился и полюбил. То есть одно без другого не работает. Но здесь вот в таком порядке. Ну да, в сегодняшнем мире одних перекосило исключительно на чудо, других на игнорирование присутствия Бога. И общим местом, я думаю, может быть только активная этическая практика. вот смотри, значит, у Исхака была этическая практика, но ему потребовалась дополнительная молитва. В результате родилась ситуация, которая тоже на чисто этическом уровне с трудом решается. Нет? Может быть, действительно дальше для создания преодоления новой ситуации снова нужны эти сверхусилия? Конечно. А кто эти сверхусилия прикладывал, когда пять лет мне проклептал все мозги для этих зумов? Ну вот скажи, сверхусилия, они как, с чьей стороны? Должны быть со стороны Якова? Со стороны Исаа? Ну, по идее, Якова, если он перворазвестит. Со стороны Якова и со стороны Исааа. Потому что я абсолютно не то, что уверен, я просто знаю, сколько, насколько много мыслящих, активных, образованных европейцев, неевреев, вообще не раз, пытаются разобраться в первоисточниках и какие трудности испытывают при этом. В общем, получается, что ну вот как бы для христиан например, сверхусилия это вот когда христианские организации помогают Илье, помогают генеалогию восстановить, уехать, причем совершенно не привязывают. Ну да, ясно, да. Значит, а для евреев что получается? Вот именно это интеллектуальное снисхождение, да, потому что ну кошерному еврею, выросшему вот в кошерной традиции, ему очень ну очень трудно даже просто говорить нормально с христианами, потому что разобраться вот в этих всех чуждых ему идеях. Даже не просто разобраться, может и не даже и не разбираться, но всерьез воспринимать даже не оппонента, а собеседника в этом качестве, не в качестве там профессионала в какой-либо там области в работе и так далее, а на своем поле, в области теологии всерьез разговаривать с человеком, который ну центричен, неважно, христоцентричен, паблоцентричен и так далее, да, вот, но всерьез воспринимать это сверхустили. Ну как у него там в сознании рядом с Богом еще там кто-либо, вот, ну как с ним всерьез говорить, на каком уровне, да, вот, а преодолеть в себе вот это так же тяжело, как христианину признать богоизбранность евреев, которая сохранилась. Я думаю, что здесь усилия с обеих сторон очень-очень большие. Может быть, просто каждый должен своим заниматься, если ИСАФ это материальность, то ему нужно строить сотрудничество с Яковым на уровне материальности, если у Якова это там этическое, интеллектуальное, то он на этом уровне должен строить сотрудничество. А, для этого надо признать ценность другой, ценность собеседника в качестве партнера. Не считать, что он, скажем, энергетический компост для нас, высоколобых, интеллектуалов, умников. с одной стороны. А с другой стороны признать ценность носителей этой информации, мне кажется, что пример, который по-ломски приводит с разработчиками программы и распространителями продукции, это очень удачный пример. Слушай, а может быть, просто в каждой стороне относиться к другой, как братьям нашим меньшим? Потому что если каждая сторона хотя бы так будет относиться, то уже возможен диалог. Нет, потому что все-таки Сав старше физически, а Яков старше духовно. нет, я думаю, что любая градация по принципу выше, ниже, лучше, хуже, старше, младше, важнее, важно и не важно, эта градация несет в себе семена будущих противоречий и конфликтов. А если видеть друг в друге взаимодополняющее, равное, ну, как условие взаимодействия, тогда энергия не будет, энергия Исава не будет воспринимать информацию Якова как вынужденную уступку злу, да, как проявление слабости. И наоборот, когда хранители знаний, информации, преданий истинного понимания и так далее, не будут относиться к носителям энергии как к чему-то вторичному, служебному. Инка говорит, значит, привела пример. Ну, в общем, один человек у него, он очень-очень православный человек, вот, но при этом образованный, с юмором, критичный и так далее. Вот. И когда мы встречаемся, вот, то, ну, скажем, общая этическая практика, которая выражается в дружных возлияниях, она позволяет относиться на равных друг к другу и, ну, и успешное взаимодействие, без всякого снисхождения. Ну, так подкалываем, конечно, друг к другу, но абсолютно беззлобно, так дружелюбно. По-моему, это действительно оптимальная схема взаимодействия. Так, хорошо, если есть какие-то вопросы, давайте зададим по этой части, потому что дальше хочется перейти уже к продаже первоносства. А, ой, я что-то знакомую нотку, пора уже наконец перейти к продаже. А у меня есть вопрос. Давай. Исрая, скажи, а вот смотри, вот за этот распад брака, да, вот такой вот, ответственность на обоих, на женщине, на мужчине или же? Да, конечно. Да. Хорошо. Ну, вот такой эфорический брак, бой, потом сидит. Хорошо. Неответственность, это, знаешь что, если оно почему-то невозможно, то оно невозможно с двух сторон. А ответственность предполагает вину. Я не думаю, что там вина, там просто люди либо изначально не поняли, что живут в разные стороны, либо со временем начали жить в разные, я использую одесскую терминологию, начали жить в разные стороны, в разных направлениях. И дальше вот как железнодорожные стрелки, вот эти пути, вот они вроде как ничем не отличаются, ну чуть-чуть стрелку перевели, буквально на пару, на сантиметр полтора, может меньше, вот, и все, и уже поезд свернул, пока они идут еще параллельно, но уже в разные стороны. Через какое-то время они окажутся далеко. Ну, значит, по этой причине, вот допустим, да, невозможно, если я, допустим, захотел сделать ги-юрт, да, то мне тогда разводиться с Хансом, да, если он не в каком. Ты знаешь, из моей практики, достаточно большой в этом вопросе, что, как правило, разводы не требуются, а люди просто дружно переходят, если переходят, то переходят дружно, а если нет, то столько в этом ничего плохого не вижу, что просто кошмар, потому что, если бы от меня требовалось, ну, скажем так, если бы я родился не евреем, я не очень сильно не уверен, хватило ли бы мне сил и желания, или так, желания и в результате сил вот проходить весь процесс ги-юрт. Нет, ну, это гипотетический вопрос, я как бы пока не собираюсь, так. Слушай, я видел такие случаи, когда, скажем, брак, предположим, да, еврей и нееврейка, ну, их дети по определению неевреи, аллахинические, и вот она переходит в иудаизм, проходит ги-юрт по всей форме и склоняет своего еврейского мужа к выполнению митцвот. Ну, если будет интересно, я расскажу, там, ну, каждая история просится вообще на Голливуд и сюжет напрашивается. это если будет интересно, если нет, то ваши вопросы. Сколько лет было братьям на момент сделки? 15. Что привлекало, ну, очевидно, что Яков об этом много думал. Да, конечно. и когда подвернулся момент, он им воспользовался. О чем он думал? Что, что он видел вот в то время, будучи, кем он был, что он видел в этом первородстве, почему оно его так цепляло? Вроде там, ну, хотя тут еще неизвестно, был богатым Ицхак. Это он дальше там разбогател? Да, он был богатым человеком. Уже к этому времени? Конечно. Значит, смотри, во-первых, каждый раз, когда его кликали по имени Яков, он об этом вспоминал. Почему? Потому что его назвали Яков, это пятка или следствие, ну, как по-русски след, да? Вот. И он родился, держась за пятку Исава. Держась рукой за пятку Исава. Поэтому его назвали Яков. Но Яков в переводе это не только тот, который последует, но и тот, который возьмет след, и тот, который перехитрит. И тот, который перехитрит, воспользуясь слабостью, самой, ну, низкой частью тела организма, да? Мы имеем в виду прямыхождение. Мне не в смысле там значимость. Так вот, когда ему говорили Яков, это что он слышал? Перехитрит, проследит, да? Последует. То есть, он не мог об этом забыть, естественно. Второе. Когда это произошло? Почему чечевичная похлебка? Дело в том, что как раз это были дни траура по Аврааму? Авраам умер. И одно из объяснений, что умер в доброй старости, как переводят, что он увидел, в чем примета доброй старости? Ишмаэль вернулся к семейным ценностям, сделал отшиву, перестал спорить с Авраамом, с Ицхаком и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, он еще не увидел нечестие Исава, ну, когда он стал разбойником, убийцей, охотником и так далее. То есть, Исавь еще не проявился, а Ишмаэль уже исправился. И вот, когда Авраам умер, то все чувства, они в ситуации ну, вот такого эмоционального напряжения не вылезли, естественно. И тут Исавь приходит с поля, ну, мистики в этом видят свой символизм. Вот. А Яаков готовит похлебку, чечевичную похлебку готовили, да и до сих пор, кстати, сохранилась эта традиция, ее подают скорбящим. Вот. И поэтому он готовил чечевичную похлебку. И готовил ее хорошо, как я понимаю. Вот. А Исавь пришел с поля, но когда он сказал, ну, я страшно голоден, то этот перевод не точный. Написано «Залей мне в глотку». Вот прямо вот грубо так. То есть «Жрать хочу» в переводе, да? Вот. «Давай жрать». «Залей в глотку». Это грубо. Но да, ему и он говорит «Да, не дай, а продай». Ну, хорошо, надо. И это можно было бы списать на случайность в ситуации, в чувствах, в мыслях и так далее. Но то, что написано в Таре «И поел, и насытился, и встал, и повернулся, и пошел вот прямо вот так». Да? И чтобы было уже совсем понятно, контрольный в голову, что называется, «И пренебрег Исаф первородством». Вот все прямо. Бас и Весп Бехера. Все. Значит, и пренебрег, Сав первородство. Чтобы было понятно. А, пренебрег, но ему не надо. Как папа общается с сыновьями зависит от права на первородство или нет? Нет, скорее первородство в представлении Иса определялось его отношением. Ну, как в общем, во всех других случаях. Поскольку Ицкак был человеком очень сдержанным, хихим, таким интровертированным, как мы бы сейчас сказали, он идеальная жертва. Более того, человек, который оказался в ситуации добровольной жертвы, его сознание принципиальнейшим образом меняется. даже даже если он был к этому готов, сознательно шел и так далее, он потом не мог остаться таким, каким он был дом. И что мы видим? Ицкак уходил молиться, он очень мало говорит в Таре, очень мало. Там всего шесть эпизодов, связанных с Ицкаком во всей Таре. Шесть эпизодов. Его речи мы почти не слышим. Где мы слышим его речь? Есть такой мем на Фейсбуке, однажды умный человек ничего не сказал. Хорошее выражение, мне нравится. И где мы слышим его речь? Кого я благословил, пусть он будет благословен. За него решают папа, Авраам, Элеезер, домоправитель, мама, Сара, Ривка, жена, Яков, сын, с подачей жены. Его мы не слышим, но именно потому, что он такой тихий внешне, на самом деле он очень твердый, очень напряженный человек. Все его страсти внутри. И именно поэтому комментаторы объясняют его симпатии к Эссаву. Полная противоположность. Он активный. Как ведет себя Эссав? Он уходит куда-нибудь на периферию, отсутал, от людской жизни и так далее. От центров. А Эссав? Эссав воюет, Эссав охотится, Эссав убивает, Эссав добывает, Эссав гордится, он стремится. Тут логичное продолжение. Он видит логичное выражение себя. То, что ему не достает, там все выражается. И для него это как бы картина того, что вот это человек, который может все реализовать. то, что у есть. А кроме того, папа у Ицака каков? Туда пойти, с этими воевать, здесь настоять, здесь хитрить, здесь добыть, здесь прогнуться, здесь перетерпеть. Очень активный человек Авраам. Вы сами кого он видит? Хорошо. Так все таки вот насколько Якова интересовала двойная порция наследства? Или все-таки что-то другое? Интересовало? Интересовало. Мы в этом видим, что он получил ту долю, которая предназначалась Исава. А потом, когда Ицхак отправляет его к Лавану, он его благословляет. Но если мы сравним два текста этих благословлений, мы увидим принципиально, разницу. Принципиальнейшую. Потому что во втором случае речь идет о благословлении Авраама. А в первом вообще об этом речении. То есть получается, что Ицхак и не предполагал давать благословление Авраама, благословлении миссии, продолжение дела семьи. Исава не предполагал. Давай вот для понимания я хочу разделить и предложить такой вариант. Значит, ты ответил утвердительно. иногда Якова интересовало это самое. Он, наверное, знал, что с этим делать. В отличие от Исава, который там радовался жизни. Жуковой жизнью. Конечно. Окей. Хорошее качество. Он знал, что делать с этим капиталом. Да, да, да. Значит, и видел, что, наверное, брат, как бы, наоборот, как раз не думает об этом. Значит, вторая часть. Насколько его интересовали услышать вот эти слова в свой адрес, когда папа будет благословлять? Мне очень интересовало. Сейчас я скажу, откуда это следует. Значит, есть в Еврике разница между может быть и желательно. Знаешь, где она? Пен. Пен – это как бы не. Это предположение отрицательное по, ну, преимущественно отрицательное. Как бы не. Пен. Да. Пен, я вот, как бы не пришел. Да. А есть предположение предусматривающее скорее положительный фон. Это улай. Как бы да. Вот. Пен как бы не, а улай как бы да. И то и другое может быть переведено одинаково. Вот. А может быть, это нейтральная форма в русском языке, скажем. А в Еврике есть разница. Улай как бы да, пен как бы не. Так вот, когда Яаков разговаривает с мамой и говорит, что, а может быть, в переводе, а может быть, папа меня потрогает и поймет, что я не ИСАФ и решит, что я обманщик. Какое он использует выражение? Он не использует пен, он использует улай. То есть, он этим показывает, что он хотел бы, чтобы папа определил, что это обман. вот что интересно. В этом, это улай, которая как бы да, используется здесь в ситуации, но ему этого делать не хочется, мама сказала. Теперь, что для Якова? Он же его купил, это первородство. И если он его купил, оно ему принадлежит. Оно имеет юридическую силу. Причем, юридическую силу перед Богом, как мы это видим из текста Тора, написанной тоже. А также предпосылки по факту, что его это интересует, и он к этому готов, а брат его этого не интересует, брат к этому не готов. Да, конечно. Именно, именно так. Теперь, где мы еще это видим? Когда, ну вот, просто сравним две ситуации. Когда ангелы пришли к Аврааму. Вот он сидит там третий день после обрезания, страшно подумать, вот жаркий день, старый человек и так далее. Значит, вот он их видит. Он побежал им навстречу. Он побежал к стаду. Он выбрал там теленка для подачи. Он побежал к Саре. Саре сказал поторопись. Он везде торопится, он бежит. А что мы видим здесь? Когда Ривка сказала Яакову, поди, сделай и принеси. Он пошел, сделал и принес. Это при условии, что Исаф с поля, с охоты может вернуться в любой момент. Мы не знаем, когда. Он тоже не знал. И вот тот может вернуться в любой момент и вся затея пойдет на смарку. И при этом он не торопится. Да, он делает то, что надо, но он делает так. Не торопится. Здесь явная противоречие с тем, что может быть, когда человек хочет. Так что здесь много-много составляющих. Более того, скажем, энергия Скажи, пожалуйста, а мы, ну вот, я понимаю, что есть много за и против, но все-таки как мы оцениваем моральную сторону этого хитрости? Как вынужденную необходимость как хитрость вынужденную позитивным, правильным целеполаганием. Ну вот, смотри, я тебя сейчас слушал, я тебя сейчас слушал, ты там говорил про Брама, все, я вот вспоминаю, например, Авраам освобождает Лота. Война, убийство. Это, ну, нехорошие вещи, не запланированные, но спасение Лота вынуждение, получается, что вот эта война, убийство, это все, вот эта манипуляция, вынужденная, противоестественная манипуляция мира. И ему, как доброму человеку, это настолько тяжело, что он потом в страхе молится. Когда ангелы спасают Лота, это вообще, ну, как бы, ну, ненормальная ситуация. Спасает человека, который там живет, по идее, с ним за все, и, ну, ему говорят, он сам не хочет выходить, ну, как бы, тоже манипуляция, уже страны ангела. То есть, это можно приравнять, что это вынужденная манипуляция, оправданная этически. Да, да. И ее вынужденность настолько болезненна, что Яков всю жизнь будет за это дело расплачиваться. Хорошо, тогда, вот, можно мы прочертим критерии, какая хитрость не является коварством, какая хитрость является оправданной, каким критериям она должна соответствовать на этом примере. Ну, мы что-то уже назвали, вот, ты сказал там, перед Богом, ты сказал, да, это так, хотя это спекулятивная вещь. Когда есть какая-то проблема, я считаю, что Бог мне говорит, что должно быть так. Ну, смотри, для нас сегодня, действительно, я с тобой согласен, она выглядит спекулятивно. Значит, но, с точки зрения стратегической перспективы, о чем мы говорим? О том, что идея одного и единого Бога настолько ценная, настолько перспективная, настолько многоуровневая и многогранная, что перед ней меркнут и бледнеют и, ну, трудности собственной биографии. Что мы видим потом? Что Якову, когда он бежал к Лавану, ему подменили одну жену на другую. То есть, не просто жену одну на другую, в результате он женился на обеих, но это сестры. И сестры оказались соперницами. Их соперничество было тем более обостренным, что их связывала вся предыдущая жизнь в хорошем. И сейчас связывает вся последующая жизнь в плохом. Когда раньше было и-и, а потом стало или-или. Но при этом это тоже вынужденная необходимость. да, это тоже вынужденная необходимость. И что мы видим? Что потомство Леи, Лея, которая предназначалась Исау, потомство Леи это Иуда, Леви, Шимон, Иссахар. Это как раз те евреи, которые в основном сохранились сегодня. Слушай, знаешь, вот этот русский вопрос, как сделать так, чтобы... это еврейский вопрос. А русский вопрос, как сделать так, чтобы все было и ничего за это не было. Вот это большее очень интересует. Какая, потому что за эту хитрость ты говоришь, эта хитрость оправдана, но он за нее расплачивался. Да. А может быть это было не расплата, может быть это просто вот ему знаешь, как есть тоже такой мем. Что делать? Сердце подскажет, так опять херню подскажет. Херня, есть твой путь. Вот. Может быть как бы вот это и был его путь из-за того, что вот он... Ты знаешь, я был такой умный, как моя жена потом. Человек, который в это время мучается, когда его жены ссорятся друг с другом, когда он ненавидит ту, с которой он провел свою первую ночь. Вот. И от нее дети, а от той, которая любима, от детей нет. А дети тоже ссорятся. Смотри. ссорятся, что потом своего брата от любимой им жены продают в рабство. Ничего. Вот. А потом он об этом узнает. Это уже следующая глава. Следующая, да? так увязано. Смотри, его рождение, его рождение связано с борьбой. Да. Дальше. Первородство связано тоже с манипуляцией, пришел брат, борьба. Борьба. Дальше. Благословение связано с борьбой. Может быть, это все намек как раз якобы, что вот, ну, как бы, его путь это преодоление, не зря же его Всевышний потом дал ему такое имя, может быть, это все намек? Может быть, то, что так с женами получилось, может быть, это не наказание, потому что выбора его здесь не было. Он вел себя как приличный ребенок, он услышался маму, хороший еврейский сын. Он вообще очень приличный человек. Может быть, это не наказание? Может быть, это просто путь его такой? Нет, это наказание. Я не думаю, что это наказание это трудности. Вряд ли это наказание. Скорее трудности. Но смотри, ему надо обманывать папу, он делает это неохотно. Мы это видим. Ну вот смотри, человек. Вот, например, ты как военный человек. Как бы военная служба связана с тяготами и лишениями. Значит, являются ли тяготые лишения наказанием за то, что ты выбрал для себя военное дело? Или просто такая специфика работы? Знаешь, пока эти трудности в рамках логистически предусмотренных процессов, то это нельзя назвать наказанием. Но когда, например, эти трудности обусловлены политической конъюнктурой. Ну, например, вот в меня стреляют, а мне стрелять нельзя. Потому что это вызовет политическое напряжение. Да, но ты при этом, у тебя есть решение. Ты знаешь, как сделать выстрел так, чтобы и по уставу были соблюдены требования, и чтобы достигнуть желаемой цены. Но, понимаешь, это, ну, мы же не про Германию говорим, да? Мы говорим про Израиль, где с другой стороны тоже евреи. Понимаешь? И тогда они говорят, ты эти свои еврейские штучки спрячь себе в задний карман, вот, а ответишь ты за то, что ты стрелял. Вот. А всякие твои примочки, это твое личное дело. А ты нам делаешь проблему. Значит, сиди и не стреляй. Вот. Это, ну, это как раз трудности, которые не соответствуют задаче. Это все равно, что взять бегуна, всадить ему колючку в подошву и пусти бежать. Слушай, значит, историю тебе предложу. Я прошу прощения, она как бы не история, но мне кажется, она все равно в рамках этого нашего разговора. Значит, один человек большую часть жизни провел в криминальной среде. Значит, уже будучи глубоко взрослым человеком, ну, не молодым, значит, пришел к Богу, начал учить Тору. Учил Тору с раввином. А вот. Тору учит, а надо как-то жить. Он говорит, что делать? Тот ему говорит, ну, чем не заниматься в жизни? Я уже старый, да? Ну, не молодой, скажем так. Тот сказал, ну, подумай, что у тебя в жизни лучше всего получается. Он подумал, поехал на родину, в свой город, в свою страну. И стал там авторитетом, решал он. То есть он как бы вернулся в криминальный мир, но как бы стал заниматься похожими на старые вещи, но по-новому. То есть он там, я не знаю, я не специалист по криминалитету, но я понимаю, что там есть функции, которые, ну, предусматривают моральный авторитетники в этой среде, да? И при этом ты, ну, тебе не обязательно там заниматься самому грабежом и еще чем-то. Ну, вот как ты оцениваешь такую ситуацию? Потому что это вопрос про, ну, вот эти, про эти, про манипуляции, про неправильный путь. То есть хорошо родиться в приличной семье, когда у тебя все правильно, да? Ты работаешь, ты учишь, ну, как бы мы, кто из нас из таких семей? Ну, я не берусь оценить, потому что сказано, что оценить ситуацию незнакомую, ну, абсолютно нереально. Надо пройти много километров, потому что как такого человека, да, чтобы его взяться оценить. Вот, и если я не был на его месте, я не могу об этом ничего сказать. На самом деле. И вот, я не знаю, как бы я поступил. Говорю, как есть, да. Вот, но здесь, смотри, с одной стороны, Яков вынужден. С другой стороны, эта вынужденность ему не нравится. И эта вынужденность все время заставляет его жертвовать. Временем, здоровьем, там, удовольствиями от жизни. Ну, что, 20 лет без выходных и отпусков, без, там, больничных, да, днем и ночью. Сначала за одну жену, нелюбимую, потом за любимую, потом за детей, и все надо как-то обеспечивать. Это дико сложно, и он выматывается, и он уже человек немолодой. То есть, по разным представлениям, там есть разные представления, что ему в тот момент 60 лет, но это вряд ли. Вот, там, 40 лет, скорее. И, ну, в 40 лет, это как женился. В 40 лет, там, Эсав взял себе жену. И он в 40 лет. Значит, скорее всего, это 40 лет. Хотя, на этот счет есть разные мнения. В любом случае, 20 лет работать, заранее зная, что это 20 лет, это не слабо. Тем более, ну, в таком возрасте. И он на это пошел. И это тяжело. И мы это видим, когда он пеняет, ну, выставляет претензии, там, Лавану, говорит, 20 лет в твоем доме. Я не знал ни выходных, ни отдыха, ни минуты, днем зной, ночью холод, и все потери за мой счет. И мне надо было все это обеспечивать. И вот смотрю. Слушай, деталь, ну, как предполагалось, если он 20 лет работает, предполагалось, что он потом получает приданное? Даже, ну, с приданным, нет? Нет. То есть он получает капитал. Он пришел без приданного, в отличие от ИСКАКа. Ну, поэтому он и работать. Поэтому и работать обязан. Ну, как бы предлагает. Что он уже работать? Он 7 лет отрабатывает за одну, потом 7 лет отрабатывает за другую. И за нелюбимую он отрабатывает, чтобы иметь возможность быть рядом с любимой. Ну, то есть это не пацанское решение, да, там, на гормонах. А в 40 лет человек принимает такое решение. Уже, строго говоря, уже в 47. И вот, да, он принимает такое решение, очень ответственное. Так что, там все всерьез и все тяжело, и все трудно. И он об этом говорит, и мы об этом читаем. Прямо в тексте Торы. Можно ли сказать, что на Раду написано, вот такие трудности преодолевать? Или все-таки он расплачивался за свои плохие поступки? Ты знаешь, есть разные точки зрения. Одни считают одно, другие другое. Например, там есть те, которые его жестко критикуют за обман слепого отца. Другие оправдывают, объясняя это стратегическими, далеко идущими необходимостями, ну, вот такого космического масштаба важности. И в любом случае мы видим, что рождение двух прямо противоположных по способностям, по тактическим задачам в одной утробе, вот они там вызревают, а потом рождаются, и рождаются в борьбе, и живут в борьбе, правильно заметен. И взрослеют в борьбе, и дальше строят свою жизнь в борьбе, но каждый на своем участке, а потом еще и друг к другу в результате. И их потомство в борьбе. Я не думаю, что это случайно. Оно не выглядит случайно. В общем, получается, что с одной стороны Бог благословляет, есть благословение от Бога, а с другой стороны благословение не всегда предполагает спокойную жизнь. Ха, от нее не всегда. Конечно. Ну, вот как он получает второе имя? Это что же в борьбе, да? Ну, то есть там все в борьбе. Слушай, я же прочитал Рамбинзона Круза, так как он на самом деле был написан. Книжка другая вообще, не ту, которую я в Советском Союзе, читал в детстве. А последние главы вообще оказалось, что по-русски дописали совсем то, чего не было. Но у него была такая ситуация, что он в больших трудностях жил на этом острове, особенно в начале. Но он как раз пришел к своему счастью. Он понял, что это благословение. Он сделал полный аудит своей жизни. Он как бы примирился с Богом. Он начал читать там Библию. Там была какая-то Библия. То есть человек нашел вот через большие трудности свое личное счастье. Это в большой степени идеалистическая позиция автора. Потому что реальный прототип Робинзона Круза, когда оказался в Англии, вырыл землянку в саду и прожил еще пять лет. Общаться с людьми он нормально не мог. В то время были такие фантазии проекта литературные. Что вот если, например, высокородный дворянин вырос в среде сермяжной, народной и так далее, то он соединит благородство духа и происхождение с привычками здоровой простой жизни. И на этом построено очень много чего. Там та же собака на сене лопы дырога и так далее. Это было время таких литературных фантазий, предложений. Ну, я про идею. Про то, что благословение благословением, борьба борьбой. Да. Сама концепция интересная. Потому что благословение может прийти для одного через борьбу, для другого через, ну, там, не знаю, через что. Через что угодно. Ну, ты знаешь, даже медитация – это труд. Казалось бы, сидишь, ничего не делаешь. А на самом деле труд. Ну, если медитация действительно медитация, то это труд. А если просто медитация, под видом медитации ничего не делали, то, конечно, да, трудно. Под видом медитации симпозиум. Да. Первоначальное значение этого слова. Так, ну, я тебя тут уже 13 раз перебивал. Может быть, ты закончи мысль, если помнишь. Какое именно? Ну, ладно, тогда. Закончим. У меня вопрос в контексте все вышесказанного. Слушай, а вот, ну, поскольку ты говоришь, Якову не нравилось, то есть он что-то ощущал внутри себя, что что-то не так. Удивляется ли этот компас, ощущение, что что-то не так, критерием для определения, что лучше не надо так? Или это не всегда так работает? Не всегда так работает. Потому что общую задачу он понимал. К моменту, когда ему мама сказала, иди к паперу, вот так, разбирайся, ему уже 40 лет. Это не 15-летний пацан. То есть думающий. Думающий. Думающий человек. Ну, конечно, уже. Взвешивающий. Да, да. Вот. И поэтому он, с одной стороны, он понимает, что это надо сделать. С другой стороны, понимает, что методы не очень. А тот термин, который ты использовал, он интересный очень. Значит, на иврике компас – это мацпен, а совесть – это мацпун. Я именно к этому и говорил, про совесть. То есть является ли вот этот отголосок совести голосом Всевышнего, говорящим, предупреждающим, что за этим будут какие-то последствия, о которых ты можешь не знать? Конечно, да. В принципе, кантианское ощущение, что больше всего меня удивляет звездное небо над головой и голос Бога внутри нас, то есть совесть. И совесть внутри нас. Скажи, пожалуйста, чем это отличается от чувства вины или еще стыда какой-нибудь? Это не чувство вины, это переживание этической коллизии. Это не обязательно чувство вины. Чувство вины – это гнев, направленный против себя. Ну вот стыд – это в чистом виде гнев, направленный против себя. Чувство вины. Бару спрашивает, как голос совести отличается от беспокойства, основанного на вине? Да. На вине, в смысле, не на водке. Я понял. Совесть говорит, как надо, а стыд – это переживание, когда сделано, как не надо. А нет, я смотрю, ты сказал, совесть – это как надо, но смотри, в данном случае есть ощущение, как не надо. То есть, как надо – не знаешь. То есть, есть общая картина, есть общая идея, миссия, и как надо – ты не знаешь, но есть ощущение, что вот так, как ты думаешь – не надо. Вот это о чем? Это о том, что… Ну да, здесь есть противоречия. С одной стороны, человек понимает, что это надо сделать. С другой стороны, он понимает, что методы, которыми он пользуется, этически небезупречны. И тогда он переживает по поводу необходимости переступить через какие-то свои переживания, принципы и так далее. Да, у него, конечно, внутри беспокойство, но это беспокойство, которое он преодолевает. Ну, еще не совсем понятно. Хотелось бы еще немножко ясности навести, вот где эта грань. Ребенку прописывают укол. Да? Ну, жалко же, правда? Ну, понятно, что больно, понятно, что будет орать, понятно, что будет бояться. И понятно, что это надо сделать. Вот и все. То есть, для его же благо. То, о чем, скажем, Эль-Ханан сказал, ну, получил бы Эсав то, что получил, ну, что бы он с этим капиталом стал делать? Ну, пространжирил. Вот смотри, простой пример, да? Когда евреи оказывались в управлении каким-либо народом, ну, скажем, Испании, появился небольшой избыток денег. Ну, вот там было много государств, разных полугосударственных формирований, разгромленностей, все. И вот, значит, Донецка, Кабарбанель, умница, мудрец, раввин, философ, поэт, финансист, врач, и так далее. Он организует, устраивает брак Фердинанда и Изабеллы, королевы Арагона и короля Костейни. Замечательно. В противостоянии, ну, повода в гиполе для противостояния нет, и те средства, которые бы они тратили на поддержание армии против друг друга, на всякий случай, эти средства оказываются свободными. И вместо того, чтобы устраивать фонтаны, бьющие вино для народа, по золоту для церквей, и, я не знаю, какие-нибудь широкие праздники для узкого круга, вот, он направляет эти деньги на строительство флота. В результате это его инициативы Испания из провинциального заброшенного полунищего там образовательства превращается в мировую морскую сверхдержаву. И выражение, что империя, над которой не заходит солнце, это не преувеличение. Это делали Донецкие Кабардоны. Дальше что? А, все, мы уже такие большие счастливые сильные и богатые, что нам Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И они выгоняют как Мавр, так и евреев. Выбор такой, крещение и остаетесь, либо изгнание и нищета. Пожалуйста. Вот. Значит, и эта ситуация повторяется. То есть, что происходит? когда еврей добирается до возможности контролировать большие финансовые потоки, то дальше ситуация меняется принципиальнейшим образом. То есть, события переходят на другой масштаб. Это не всегда хорошо, это чаще всего плохо. но тем не менее они переходят на другой масштаб. Из каких-то подергиваний в лужи мы видим уже масштабные действия. Там мировая морская сверхдержава, там огромные коалиции, там оппозиция, которая опять же еврейская, которая переводит награбленную у индейцев золото, которое испанцы награбили. Они куда перекидывают? в Новый Амстердам, который потом стал Нью-Йорком. Итак, первый капитал Америки, собственно, деньги, которые инструменты, это капитал, это еврейское пиратство, которое направило это золото в новый свет, потому что в старом свете они не могли эти деньги. Что мы видим? Мы видим корпорационную составляющую проекта, который ничего общего не имеет ни с интересами Европы, ни с интересами Испании, ни с интересами строго говоря индейцев в Центральной и Южной Америке, а что вообще другое? И так оно происходит. Ну, не только там. Это же произошло в Нидерландах, Голландия становится мировой морской сверхдержавой, дальше Кромвель. 300 лет евреев не было на острове. На этом кто говорит благословенный, кто проклятый, это второй вопрос, на этом острове. 300 лет не было. Кромвель устраивает революцию жидчайшей репрессии, жидчайшей. Вот. И после этого возвращает евреев. И Англия в свою очередь становится мировой морской сверхдержавой. На этом острове не было ничего вообще. Немножко угля, немножко олова и лес, который благополучно извели. Раньше это же не преувеличение, белка могла пересечь весь остров, да, не спускаясь на землю. По ветвям деревьям такие леса были. Все извели. И тут возвращаются евреи, вкладывают деньги в строительство флота и Англия, чей совокупный годовой доход был меньше годового дохода одной севильи, одной провинции в Испании. Насколько она беднее. Пожалуйста, что мы видим? Англия становится тем, чем становится, 500 лет грабит весь мир и продолжает владычица морей. Да, владычица морей, и то, что у них ничего нет на своем острове, а все, что у них есть, то, что они приобрели разными способами. И кто организовал? Получается, что по жизни хотел сказать, по жизни решая вопросы своего личного выживания двигаем технологии во всех странах мира. Двигаемся куда? Двигаем технологии, то есть это же была технология того места. Но если при этом двигая технологии мы удерживаемся в рамках транической этики, цены нам нет. Ну вот просто евреев действительно меньше, чем 0,41% населения планеты, а представительство, представленность среди нобелевских лауреатов по наукам, я не имею ввиду политику, когда человеку дают нобелевскую премию мира с авансом, а в науках сколько уже, там 300 чем-то процентов, представленность непропорциональная в 50 чем-то раз. Пока оно хоть как-то держится в рамках транической этики. Если оно выходит за рамки транической этики, то мы начинаем представлять опасность для самих себя и для всех вокруг. У меня вопрос. Потомки Исаава не стали евреями? Нет, не стали. По причине нестремления желать большую знать о Всевышнем со стороны Исаава. То есть это пренебрежение духовным аспектом в противовес материальному ярко выражено в этой похлебке. Вот в этом всем действии. Отсюда мы имеем дело как последствия выбора, последствия его природы в потомках. То есть потомки отвалились по сути дела от проекта Всевышнего в том плане, в котором оно планировалось, наверное. В целом да. И в целом я с тобой согласен. Но есть маленькое но. потомки Исаава это европейские народы. И когда мы берем просто представленность на уровне биологии представленность Исаава в еврействе, ну европейском еврействе, это то еврейство, которое движет мировую науку, строго говоря. Я ничего плохого не хочу сказать. Ашкенадзе. Ашкенадзе. Абресе. В Ашкенадзском еврействе, пожалуйста, может посмотреть, да. 20-20, ну там Люфт 5%. 20-25% это немцы. 10-15 славяне центральной Европы. Чуть меньше славяне восточной Европы. И небольшая доля монголоидов где-то 5-7%. А еще 50. А еще 50 совпадают генетикой израильских арабов. У Сефардов в другую сторону. Там Туареги, Тиберберы, Теси, там негроиды и 50% с иракскими арабами. То есть, иначе говоря, среди ашкенадзских евреев представленность эсавской составляющей примерно 50%. То есть, в той мере, в какой эсав вошел в идеологию еврейства, в той мере эта группа или эта категория оказалась на острие технологии открытия и так далее. То есть, всего того, что эсав эсав цели. Вот это интересно. Поэтому рука Всевышнего все равно простерта и это проявляется в мировой истории. Да, конечно, проявляется очень причудливо. В одном случае это результат, скажем, изнасилования. В другом смешанных браках. В третьем геюра. Ну, перехода веударистов. И так далее. Но в целом картина вырисовывается. То есть, иначе говоря, из Эфиопии евреев, блондинов приезжают ровно столько же природных, сколько негроидов, евреев-негроидов из Скандинавии. То есть, ноль. Поэтому я думаю, что с точки зрения стратегических, терранических необходимостей, работа с эсавом это то, что доктор этому миру прописал. Я не имею в виду автора Торы. Да, да, я понял. Вопрос следующего плана. И вот это нежелание к терраническим ценностям, оно прослеживается и в современниках. Я знаю ни одного еврея, закончивавшую школу там, религиозную, которые живут вот этими ценностями и савом. Как можно пробудить, почему вообще теряется этот интерес и талант, там ряд причин могут быть разные, но как можно его пробудить в этих сердцах? Это уже взрослые люди. Я понял. Я, кстати, тебе скажу, что я пробовал, то есть, я пытался как-то говорить на эти темы. Знаешь, есть такое понятие, называется украденный ребенок. То есть, откуда оно идет? Было такое поветрие, когда еврейских детей крали, крестили и воспитывали в христианской абсолютно антиеврейской среде. Когда им сообщали об их еврейском происхождении, то они оказывались самыми радикальными гонителями еврейства. Именно поэтому. Так вот, те люди, которые занимают такую позицию, они по сути находятся в статусе украденного ребенка. Неважно, через какие там атрибуты и проявления все это дело проходит. То есть, они украденные ребенка, оказалось, что у него нет здоровой, естественной связи с еврейством почему-либо. Это может быть психотравма, это может быть недостаток воспитания, это может быть долгие мелкие воздействия со стороны, которые привели к этому результату. Но, тем не менее, мы видим результат. Большинство евреев, ушедших из еврейства, ушли добровольно. То есть, мы начали свою историю одновременно с арабами, их от 300 до 500 миллионов, нас от силы 12-15. Ну, по разным классификациям. И большинство ушли, потому что не захотели, не смогли, отказали. Потому что это требует дополнительных усилий. И эти усилия, никто не гарантировал их положительный результат. Вот, вот нету вот этой природы Иакова. То есть, есть какая-то природа Исава, чего-то там заработать где-то, какие-то деньги, какие-то схемы, при этом человек... По факту получается так, что вот евреи ассимилируют и становятся видными представителями своих народов, которых ассимилируют и двигают там прогресс, науку и так далее. Значит, а также наоборот. Значит, прошедшие Геюр, там есть Робер Геюр, и они тоже начинают становиться двигателями. То есть, в процессе смешения получается положительная творческая энергия. Лучшие знатоков Тора Раби Акива, потомок Прозелитов. Раби Меев, потомок Прозелитов, но это величины. Раб Авадия, великий комментатор Тора, он просто Прозелит сам по себе. С другой стороны, кого мы видим? Нахимов, Менделеев, Композиторы, психологи, писатели, кто угодно. Кто угодно, да. Причем очень много антиеврейски настроенных ребят. Ну, взять того же Карла Марта, который Мардахай любит. Да кого не возьмут? То есть, это такой коктейльчик в блендере Всевышнего, чтобы было равновесие. Знаешь, что в доме сестер Ленина продолжали зажигать по пятницам свечи, потому что это была традиция семьи. Вот, это абсолютно реальная вещь. Мой знакомый, сейчас уже, к сожалению, покойный, потомок последнего на тот момент якутского раввина, это очень смешно, он был вхож в дом к сестрам Ленины. И вот эта информация можно сказать из первых рук. Вот так. Так что, и что мы видим? Ну да, Троцкий, который Бронштейн, как антиеврейский был настроен, товарищ. Ну и последний открытый сталинист Советского Союза, Лазарь Моисеевич Каганович. Далеко не надо сидеть? Своего родного права посадил за то, что тот был еще более радикальным коммунистом. Хорошо, скажи, пожалуйста, что видел Иаков в благословении, чего не видел Исаав? Или это вообще противоположные взгляды вообще в другие стороны? Он, сейчас, я тебе скажу, значит, именно поэтому Якова сравнивают с Адамом по задаче. Он пытался материальное поднять до духовного. А это правильно. Это интересно. То есть он потенциал Исаава видел духовный смысл в потенциале Исаава. С тем, чтобы поднять до духовного. То есть это, получается, принцип восстановления или исправления человечества. Да. Ведь очень много проблем, но неважно, как они схематически выражаются, аллегорически и так далее. Не то съел, не туда пошел. Но, по сути, это ситуация, при которой мы, которые должны соединять теорию, практику по определенным правилам и так далее. там, каждый в своем формате 613, 7 требований. Не суть. Мы, когда мы предаем духовные задачи, предпочитая им материальную конъюнктуру, ну, каждый из нас, каждому человеку можно адресовать, в той мере мы создаем проблему. Задача Якова была материальная поднять до духовного, не отрицая его, не принижая, а используя в равном взаимодействии. И это, кстати, была задача Ицхака. Он хотел, чтобы эти братья сотрудничали именно так. Если случилось, это была бы идеальнейшая ситуация. При этом, имея такое желание, при этом он отхватил невероятные испытания в виде труда за это, за то, что там слова нам приходилось переживать. Постоянно его пытался заблопошить. Вот как здесь это все можно провести пока ли? Ну, смотри, когда он взял на себя неприсущую ему функцию, вынужденно взял, то он потянул и за себя, и за того парня. И огреб за себя, и за того парня. Ага. Вот и все. То есть, ну, как тебе сказать, где-то стахасовские необходимости были. Вот. И все. Поэтому он и в личной жизни имел проблемы и в бизнесе, и в политике, и так далее. Вот, понимаешь, что хочется понять. как в своем личном примере, в своей личной жизни не отделять, не съезжать с этих рельс попытки поднять материальное к духовному. То есть, вот этот механизм. С одной стороны, мы не игнорируем материальную жизнь, мы не, дай Бог, не уходим в монастырь, не не предаемся 40-дневным медитациям. Да, да. Сейчас, можно, можно я договорю. То есть, можно ли искать виды заработка не ради заработка, чтобы в этом был элемент таранических принципов, как благотворительность, внимание, забота к людям, общение, распространение. Ну, вот это все. И это будет считаться вот этой попыткой поднять. Да, конечно. Любая ситуация, в которой ты не делаешь другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе, любая ситуация, где ты обеспечиваешь свое благосостояние, свое настроение, свое здоровье, свою там уверенность в будущем и так далее, свой ресурс, ты не дешевле для себя чем другой человек. Когда ты это делаешь, имея в виду себя как, я прошу прощения за пафос, как Бога носа, как представителя Бога на земле, как того, который Сын Божий, потому что душа у тебя от Бога, как у любого другого человека. То есть ты тогда к себе относишься как к царскому Сыну. это не значит, что надо задаваться, выпендриваться и вешать все короны на все места. Но тогда ты собой занимаешься и занимаясь собой, ты, опять же, по примеру Бога, как он сказал, будь я свят, будь и вы святы, еще и помогаешь кому-то замечательно. И чем бы ты при этом не занимался из нормальных видов бизнеса, я имею в виду без криминала, без того, без силы, то все во благо. Тогда получается, что ты строишь свою материальную жизнь в соответствии с представлениями Бога. Ну, очень хорошо. То есть практическая этика оказывается и предохранителем, и поясом безопасности, и смыслообразующим моментом для личности, не в смысле методической необходимости, как-то надо объяснить собственное существование, а как осознанную позицию свободно избранную. То есть основная миссия это поднять уровень человечества, своего окружения, своих орбит до небесного уровня. И себя самого. Да, в этом плане. Как только... В смысле, какая разница, чем ты занимаешься? Да, как... Той конструкции или этой? Как только мое злое начало берет вверх, и я вместо этой идеи ставлю какие-то побочные другие идеи, то получается то, что получается. Да. То есть в принципе это борьба с собственной духовной онкологией. Когда часть пытается присвоить себе ценность ей не присущую и начинает заворачивать на себя, лезть во все стороны, расти куда не надо, забирать ресурсы у кого только можно, и в результате это разрушает систему изнутри. То есть самый опасный элемент системы это часть системы, которая пошла против самой системы за счет системы. И все. Тогда это строго говоря момент саморазрушения. Но Бог так устроил наше сознание, что у нас есть механизм духовного иммунитета. Как аудит, когда мы это дело отслеживаем, исправляем, корректируем и движемся дальше. Вот. Поэтому нужны наставники, с которыми можно сообщаться и консультироваться по поводу диагностики, потому что иногда не видно, нет понимания. Просто, знаешь, убедить человека пойти к врачу на какое-то регулярное обследование легче, чем предложить ему обсудить тему, которая важна для его души, а осознание приходит, как правило, туда, делать ничего нельзя. Знаешь, как врач сетует, ну что, вы приходите ко мне, когда уже процесс далеко зашел. Так здесь тоже процесс далеко заходит, но необходимости тела, как правило, более очевидны, чем необходимости души. Я придумал не то, что хвастаюсь, ну, хвастаюсь, в разговоре там с Ириной, в переписке с Ириной, придумал, что есть обезвоженность организма у тела, а я придумал еще обезбоженность души. Да, 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 хорошо сказал. То есть исправлять надо... Знаешь, что первая стадия обезвоживания, она не фиксируется органами чувств? Ну, конечно. Поэтому наши люди когда приезжают в Израиль, ходят без бутылки воды и попадают с почками в больницы просто штабелями. Поэтому надо много вот так. Атора сравнивается с водой, кстати, часто. Реки воды живой, да? Да, да. То есть эти потоки живых знаний, которые важны для практической жизни. А ты знаешь, что такое живая вода? Ну, бытового в этом плане борода. Пресная. Нет, пресная или проточная? Проточная, пресная вода, да. Проточная, нехлорированная вода. То есть которая не стоит на месте в результате обмена в горных реках очень чистая вода. Она разбивается постоянно. А камни, ее приятно пить, она дает силу моментально. Вот мы в горы ходили, никакие сил вообще нет. Вот из ручейка чуть-чуть хапнешь, хоп, и пошел дальше. Ну, потому что там минералы растворены в идеальной пропорции, кислород содержится. И вообще молекулярная структура воды, это вообще отдельная большая тема. Ну вот, возвращаясь к главе, Ицхак копал колодцы, Авраам копал колодцы, их засыпали. Местные, ребята, вместо того, чтобы пользовался, их засыпали. Ицхак их откапывал и копал свои колодцы. Плюс к этому. И называл их как Авраам. В чем была его хитрость, ну, манипулятивность? Он называл колодцы именами бога. Ну, например, Берлахар Рой, например, да, вот там часто упоминается. Непонятно, ну и что, зачем нам это знать, Берлахар Рой. Лахар Рой. Значит, эти колодец видящего, увидевшего жизнь. Это имя бога. Там еще там колодец имя на бога. И в результате населения привыкало, ты куда идешь, я иду к колодцу бога живого. Вот. Что делали плешки, паскудники? Они эти колодцы заваливали, но там непонятно, о них написано, что заваливали землей. Нет точный перевод. Они заваливали, я смотрел просто, ну, текст подробненько, вот, там написано эфр, афар, еще можно прочесть. Афар это прах. То есть, они заваливали трупами животных скотомогильники. В результате этим колодцем никогда в будущем пользоваться невозможно. Точка. Невозможно. Абсолютно. Потому что там, где скотомогильник, никогда оттуда воду получить чистую невозможно. То есть, их так конопатили, это дрянь, чтобы никогда больше никто. Нисколько. Вопрос, для чего они это делали? Ну, там, где, особенно в пустыне, где колодец, там вода, там жизнь. А вот пусть ничего не будет, но вот этого не будет. Ни упоминания Бога, ни еврейского присутствия, ни памяти о заслугах. И мне это казалось натянутым объяснением. Пока наши идиоты, тросы и предатели, не отдали вслед за Синаем, полторы территории страны, там, совсем не лад, не отдали еще и газу. И в газе им, местным этим умникам, оставили теплицы и рынки сбыта для помидорчиков шерри, для цветов, для того, для сего. Чтобы они работали, зарабатывали, продавали, торговали, зарабатывали и успокоились. Чтобы они направили свои усилия в какой-нибудь положительный рост. чтобы с ними стало возможно общаться. Если есть необходимость, но невредим. Вот. И что произошло, когда наши ушли, сбежали позорно? В течение полутора часов газовские арабы, как стадо взбешенных обезьян, уничтожили все, не осталось ни одной трубки, ни стеклянной, ни пластиковой, ничего. За полтора часа от этих теплиц не осталось ничего целого. Никакие там рынки сбыта, все. Так они могли иметь работу, зарплату, признание, стабильную жизнь. Ничего им не надо было уничтожить. И я таких примеров знаю немало. Не только там. поэтому поведение плештимских пастухов, которые уничтожали колодцы, выкопанные Ицхаком, это архетип. Это архетип. Что они сказали Ицхаку? Царь Грарский, этот Авимелок со своим пихолом, на самом деле это титул, это не имена. Они сказали, ты, значит, там написано так, что Бог благословил Ицхака, и когда он сел, он получал во сто крат больше. Ну, хороший урожай, радуйся. Значит, приходит к нему этот царь плештимский и говорит, да, и завидовали ему плештимы, написано. Дальше, приходит к нему царь и говорит, уходи от нас, потому что ты стал богаче нас. Но там на иврите оно не так. Отсам Томимену. Отсам Томимену это ты стал сильнее нас, богаче нас или богаче за счет нас. Могучий. Да, могучий. вот. За наш счет. От нас, из нас. Ми это из или от. Вот. То есть получается, что ты пришел сюда с одним уровнем благосостояния, а сейчас ты достиг гораздо большего, и это за наш счет. Не за счет того, что Бог благословил люди, как работали, а они позавидовали, а за счет нас. Что мы видим? Куда евреи не приходят? И там начинается торговля, движение, ремесла, науки, логистика начинает работать. Оказывается, что несколько процентов населения, которое самое такое активное и все, это, извините за выражение, мы. И через какое-то время начинают завидовать, потом говорят, что это каждый дурак умеет, это даже я могу, выгоняют евреев, пытаются сами, что из этого получается, мы видим. Иногда по нескольку раз выгоняли, приглашали, выгоняли и приглашали, так было в Польше, так было во Франции, так было в Англии. Так было везде. Так было везде. Сейчас в таком положении оказались китайцы на Дальнем Мостоке. 2-3% китайцев контролируют всю промышленность и рынок. И погром в результате тот же эффект. То есть когда мы читаем Тору и натыкаемся на такие описания, то они не просто так, они предупреждения. Какой вывод мы из этого предупреждения делаем, это второй вопрос. Но Тора предупреждает. Слушай, получается вот чтобы извини, сейчас немножко отстраненный такой комментарий. Диспенсер, у вас диспенсер называется, где вода вот в бутылках диспенсер есть, воду наливают. Название такого нет? Как же они называются у вас? В них же вода стоячая получается, в бутылках больших. А! Она наполнена из источников? Не, ну, если там поставить кулер, чтобы он крутил ее и вертел, то она будет уже живой. Такого я еще не видел. Ну, как идея можно. Не знаю, но, в общем, набирают ее в источниках. Да, но потом-то она просто стоит. Ну, она стоит, сколько больше стоять не может. Она бесконечно стоит. стоять. Вот. Чтобы она стояла дольше, ее соединяют с серебром. И серебро предохраняет это. Слушай, вот у нас сейчас в новостях в нашей стране описали взрывы в Израиле. Знаешь, какие комментарии? Процентов 80 радуются тому, что есть прецидент такой и так далее. То есть, ну, вот 20 комментариев, из них 80-70 процентов это вот. Ты знаешь, есть, исходя из этой главы, прямо исходя из этой главы, выведено Аллаха, религиозный закон. И сам ненавидит Якова. Что за закон? Когда евреи встречаются с проявлением антисемитизма, чтобы он понимал, что это нормально, это, у этого есть еврейская легитимация. Для чего? Чтобы не сгореть в огне собственной ненависти и возмущения. Да, для них это нормально. Все. Они ненавидят, это порядок вещей. Если не ненавидит, о, это уже большой человек. А если он вообще доброжелательно настроен и достойные собеседники, партнеры и так далее, то это вообще счастье. Когда мы выстраиваем такую линию, то тогда 80%, 90% мы воспринимаем как должное. Понятное дело, что самим процентом им все равно, что про них евреи думают и как оценивают их чувства. Но оно не для того сделано. Чтобы они нас за это уважали или презирали, это вообще не важно. Важно, чтобы самим не ожесточиться. Это трудно. То есть не воспринимать это как агрессию. Как отклонение от нормы, да. Да, это норма. У нас пошла цепь событий, связанных с еврейским вопросом. Первый вопрос, начали качать лодочку с еврейской школой. Опять она кому-то не дает жития. И вот быстро молчали. Это уже второй эпизод, который пускают. Обычно новости Израиля у нас не пускают. Они освещают, а здесь решили. Ты знаешь, есть такое наблюдение интересное, что тот, кто пытается возглавить и направить и организовать антисемитские движения, он, как правило, оказывается в результате успешным в целом ряде других показателей политических, экономических и так далее. Понятно. Очередной оман. Да, очередной оман. Поэтому всегда такие появляются ребята. Ну что делать? Проблему я вижу не в них. Проблему я вижу в нас. Да, вот об этом я и говорю, что потеря желания вот эта природа Исава, она как бы берет верх. И отсюда всякие такие интересные события залетать начинают. Ты знаешь, когда природа Исава соединяется с идеологией Якова, то вот эти как раз ребята, про которых Ильханан говорил что те, которые входят, они оказываются намного более пассионарны по целому ряду вопросов, чем естественные носители этой задачи. Ну, куда-нибудь когда начинаешь разговаривать, да что ты мне со своей свининой? У меня там дедушка Равин, тот там толмудист этот все, у меня такой запас, что я могу свинину хоть каждый день жрать. все нормально, заслуги предков меня хранят. Сколько угодно я встречал, да, вот. А те, которые, ну, я не говорю про въехавших Бог головой, я говорю про нормальных людей. Ну, да, начинают, ну, как, ты же еврей, как же ты вот это вот ноль. Они себе не позволяют. слушай, мне об этом легко говорить, у меня папа как раз очень эссавский настроенный человек был, ну, прям хрестоматийно эссавский. Это все я объясняю. Да, наверное. Вот. А со стороны мамы, ну, там свои. Можно еще чуть-чуть поплавить? Только за. Бог говорит с цхаком явился, причем не написано как, явился. По предыдущим гламам мы видим, что это очевидно, часто было в виде ангелов, а тут не сказано как. Да. И сказал, значит, Авраам тра-та-та-та-та-та, Авраам слушался глаз и моего, соблюдал по велению устава и закона. В общем, названо все то же самое, что дальше уже Маше и через Маше сказано. Да, то есть получается, то, что лично я раньше относил к нормативной религии, что есть митцватай, мишпатим, хуким или хукот, забываю. это мы митцват, мишпатим, хуким, деним. Вот здесь это все названо, хотя тора еще формально нет. Уже есть заповеди, законы и суды и суды суждения. Значит, в том объеме, в каком Бог их дал Аврааму, Авраам их соблюдал все. Но он дал Аврааму не в том объеме, в каком он дал Машарабейну на горе суда. Вменьшем. Поэтому утверждение, что наши патриархи соблюдали всю тору и дарование торы не релевантны. озвучить, что это значит применительно. Мы это много раз разбирали, применительно уже, когда государство есть и народ, в случае с Авраамом. Что были за заповеди, что были за законы, что были за эти социальные правила лишь по шаббаты? там, скажем, шаббата не было. Что было? Было то, что было, но шаббата не было. То есть, ты говорил, что было. Подожди, ты нам все время рассказывал, что было. Смотри, это был день Сатурна, несчастливый для какой-либо производительной значимой работы. Поэтому считалось нецелесообразным в этот день начинать работать, менять, что-то делать. Но это было личное личная инициатива человека. Ну, ему сказать, знаешь, вот этот день как неудачный день. Лучше не надо. Лучше не надо, так и не надо. А потом это в Египте Мушарабейну предложил, тогда еще не Мушарабейну, а Моисей, Мушет просто. Предложил фараону, ну, такая хитрость с его стороны была, хочешь, чтобы у тебя рабы работали дольше, КПД будет выше, дай им один день из семидневного цикла, день отдыха, и пусть это день отдыха будет шаббат, потому что Сатурн, потому что все равно толку не будет. И так евреи соблюдали. Сначала это были предки евреев, для которых это был вопрос свободного выбора, потом это были предки евреев, Бней и Среи, для которых это было результатом выбора фараона по инициативе Мушет, а потом это стало обязательным для всего народа по инициативе личного Господа Бога. Вот так прошла эволюция шаббата, например, в сознании людей. Ну, что мы видим? Скажем, что Яаков женится на двух сестрах. То, что в Таре категорически запрещено. Не бери в жены сестру предыдущей жены, чтобы не делать ее соперницей. Вот. Не бери ее в соперниц. Это запрет из Тары. А мы видим, что Яаков был женат на двух сестрах. Более того, скажем, нельзя жениться на собственной тете. Амрам, отец Мушет, был женат на Йохевет. Йохевет это его тетя. То есть, после, более того, скажем, сам Мушет был женат на Цепоре, дочери медианского жреца. Вообще, понятно, что никакого отношения к еврейству. Но все, он женился, она стала вести его образ жизни. Все, она еврейка. По принципу, я Наташа, я Наташа. Побежали, побежали. Вот. Тогда Гиюр был относительно простым и несложным. После дарования Тор законы Гиюра уже сточились, законы брака уже сточились, законы Кашрута уже сточились. И требования к шабату. Вот. То есть, это уже стало, ну, таким, на уровне религиозных классических нормативов. Вот. А до этого было так. Отдельные законы, да, соблюдали? Кашрут, например, где мы видим пример Кашрута с Авраамом. Он сначала подает молочное, потом бесту. Это заповедь или это закон в этом контексте? Это, для него это заповедь, но если бы он ее нарушил, он бы не нарушил ее как закон. Понятно, да? Значит, семь законов, но это законы. Это законы. Да. тогда можно ли сказать, что заповеди это как личные указания, которые он от Бога принял или там, может быть, от Шема научился, но которые, ну, как сказать, выходят за границу семь, за рамки семи законов или каких-то... Давай уточним терминологию. Значит, написано Шива Митсвот Нох. Шива Митсвот Нох это семь заповедей Нох. И эти семь заповедей Ноха понимаются как обязательные для исполнения законов. Да, ну, просто на момент Ноха, наверное, не было такой терминологии, потому что здесь все-таки разделяется на три закона, заповеди и социальные. Поэтому я решил, что необходимы уточнения. А вот ко времени Авраама семь заповедей Ноха это закон. Хорошо. Значит, ну, я думаю, что есть какие-то очевидные вещи. Например, ну, как-то здравый смысл подсказывает, что, например, там, гомосексуализм для Авраама наверняка был законом, который запрещен. Запрещенный закон. Там же законы семь... Эти законы это название блок. Скажем, запрещенные половые связи. А, да, точно, они входят. Окей, да, отлично, значит, это законы. Хорошо. Значит, то, что касается обращения с людьми, это межпотым, да? Да. Значит, то, что касается личных понимания, как правильно жить за пределами семьи законов новой заповеди, но это заповеди. Да. Так или нет? Или ты соглашаешься со мной просто для ободрения? Зачем я тебя ободреть? Не, ну, вот хочется разобраться, что, видишь, тут так оговаривается, причем тут оговаривается с местоимением, да? То есть митцватай, да? Хукай. Митцвот, Хукай или как-то. Значит, он ему это дал, это было обязательно для него в разной степени обязательности. Причем одни относятся к категории тех, до которых он бы и сам дошел, например, ну, типа Шаббат. Есть те, до которых он бы сам не дошел, например, Кашин. и есть те, ну, которые были общеизвестны как семь законов новых, ну, в той или иной редакции. Вот. Так что вот и все. Поэтому то, что Бог ему говорил, это на личном, это тара на неформальном личном уровне. какая-то часть формальная, а какая-то вот. Потом это уже семья, потом это население, а потом это народ. Значит, получается, что, если этика предшествует торе, получается, что неплохо бы, чтобы у человека сначала была ну, наработана жизнь на основе семи заповедей, семи законов, наработаны личные правила жизни, которые он напрямую как бы из жизни усвоил как заповеди, нормы поведения в обществе, которые он для себя усвоил, и чтобы на это уже вставала Тора. Да, поэтому говорится, что сначала надо научиться быть хорошим человеком, а потом же хорошим людей. Не потому что еврей не человек, а потому что это более специальная часть. тут просто знаешь, постоянно возникают конфликты, что вот знаешь, что интересно, значит, со светскими евреями вообще намного проще. Как только встречаешься с какими-то религиозными товарищами, вот их этот подход, он совершенно, ну, я не говорю про всех, но вот я просто очень чаще встречаю, что когда им говоришь, что в основе всего этика, сначала вот то, что ты говоришь, все, это человек может ни хера не соблюдать, прости меня за мой французский, но при этом говорить, вот ты неправильно благословляешь. Слушай, это нормальная ситуация, потому что лучше всего, кто знает, как вести урок, тот, который не дал ни одного урока, а кто дает советы бывалому таксисту, водителю, дальнобойщику, который метро не поехал. Это же касается искусства, религии, медицины, экономики, политики, истории, педагогики, все что хочешь. Значит, значит, у Ицхака было четкое понимание того, что есть законы, которые он знал от папы, того, что такое как бы их личная семейная тора, можно сказать, да, и что такое, и как правильно обращаться, ну вот, как бы, как поступать под жизнью. Да, конечно, конечно, у него было, и мы видим, что ему с этим было очень тяжело, потому что, если усилие Авраама, это, ну, прорваться на позиции, сломить, один пояс обороны, другой пояс обороны и так далее, то есть, это, ну, задача штурмового подразделения, а вот удержаться на позиции, это, это другой вид маневра, другой, другой вид и для этого, что, получается, что, ну, вот, Авраам наработал свою личную Тору, как бы, ну, часть из них, она была, его личность, обусловлена, да, значит, получается, что задача, задача Цхака была, вот, просеять все, что он от папы усвоил, для того, чтобы потом получить в остатке то, что является сутью, неизменным, истинной, как бы, да, ты знаешь, когда, ну, вот, Яков говорил про своего папу и ссылался на Бога, то он говорил об отношении о месте Цхака в Боге, если можно так сказать, как о страхе Цхака, он клялся страхом Цхака, вот, то есть, когда, в Сидуре мы встречаем упоминания, мы говорим не просто Бога Цхака Якова, а Элуке Эвраам, Элуке Цхаку, Элуке Яков. Но это отсылка на жертвоприношение, очевидно, да? Ну, там на целый комплекс, я сейчас не хочу удаваться, не хватит времени утра. Ну, если страх Цхака, то получается, это Бог Эвраама, который есть в начале жизни для Цхака. Да, 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 строго говоря, у Цхака его жизнь разделилась на до и после аркидата Цхака, ну, неудавшегося жертвоприношения. Ты знаешь, мне это было непонятно, пока я не оказался на экскурсии в Бухинвайне. Ну, такое место, знаешь, так себе аттракция. Вот. И, ну, там группа раввинов завели нас в этот зал. Вот. Конечно, там на этом зале спилены были крюки, которые подвешивали через шустрых доходяк за подбородок. Вот. Потому что люди просто в обморк падали, представляя себе всю эту историю. А я залез, а там все-таки рельсики подходят к печам крематория и створки, как в паровозе. Если кто-нибудь видел, они не необычные двери, а так вот в обе стороны параллельно друг к другу раскрываются и закрываются. И все, значит, там стабунились у входа, потому что, ну, ощущения те еще. Вот. А меня нелегкая понесла вот прям внутрь. И я залез наполовину в печь крематория бухенбальского. Ну, и посмотрел ну так, лицом вверх. А там еще, ну, камень пуриский, такой типа котелец, ракушечный и, ну, чищенный, конечно, но остатки сажи и жира человеческого, они сохранились и они пахнут. Я понюхал. Ну, в общем, сдуру понюхал. Вот свод этой печки, она небольшая, но как раз так, что с плечами. Вот. И у меня было впечатление, что жизнь разломилась на две части, на дойпосе. Не могу сказать, что это что-то общее с ситуацией Ицхака, но в некоторой очень малой степени, я думаю, что сопоставимы. После этого иначе воспринимаются очень многие разные вещи, ну, на которые у меня был взгляд или такой или нейтральный, или другой. Авраам занимался земледелием или это было ноу-хау Ицхака? Это не было ноу-хау, потому что кругом этим занимались, Авраам не занимался. Занимался Ицхак, но он занимался и скотоводством, и земледелием. Да, ну вот мы видим, что написано про скот и у него написано, но потом сказано, что у него там было много полей и так-так, и так-так, то есть как бы он добавил для себя уже вот это к своему семейному благословению. Да, да. Но это совсем другой уклад жизни. Конечно, это другой уклад жизни, но при этом Яков про своего папу сказал, что арамейцам с китайцем был мой отец. То есть с точки зрения его сына образ жизни Ицхака ближе к кочевому. Вот все-таки. Я думаю, что лучше, чем Ицхаку, это вряд ли кому-то был отец. Все это время папа где-то там живет еще параллельно? Папа живет, но важные для мира события, для евреев и для человечества они уже в фокусе этого внимания на других событиях. Подожди, ты сказал, что братьям было по 15, да? Да. А в рам сколько? 175 прожил, да? 175. Значит, в 100 лет он родил Ицхака. Да. Значит, у Ицхаков 60 родились братья, плюс 15. Это и получается 175. А, поэтому ты и говоришь, что там был как это, не плачь, а как это поминут рамки. Травл. Да, травл, да. Всемедневный травм, конечно. Все нормально, с хронологией там все в порядке в этом смысле. Просто есть повторяющиеся элементы сюжета, скажем, по просьбам Магена мы обсуждали там соотношение отношение и соотношение Ицхара с Вулона там информация, энергия. Звулон поддерживал материально, он давал энергию, деньги, продукты и так далее. Вот политическую составляющую тоже энергию, потому что там военные деньги, военная подстраховка была, а Ицхар он занимался науками, торой и так далее. Значит, преподаванием для преподавателей, то есть фундаментальными какими-то вопросами такого рода. И здесь мы встречаем то же самое. Мы встречаем задумку, где один обеспечивает энергетику вопроса, а другой информационную составляющую. И по плану Ицхака их взаимодействие должно было привести к процветанию их самих и тех, кто рядом. И к общему прогрессу большому. И прогрессу нравственному, и прогрессу техническому и так далее. А вот не получилось. Не получилось. В результате очень много сил приличных и разных людей было потрачено на противостояние. Абсолютно бессмысленное, контрпродуктивное. Гонять евреев, ну это резать курицу, несущую золотые яйца. С одной стороны. С другой стороны, евреи, которые не не были готовы сотрудничать с родственниками или наследниками гонителей, это отдельная песня. Вот. И там, где это противостояние преодолевалось сознательностью людей, просто, ну, осмысленностью, там было процветание. Там, где снова начиналось это противостояние, ну, там был регресс, очевидно. То есть, если бы сегодня, ну, на системном уровне этому вопросу было бы уделено должное внимание, логистическое, политическое, философское, экономическое и так далее, я думаю, структура бы очень сильно поднялась на благо всех участников. Интересные жены были у Исава. Значит, написано, взял жены еврейку. Что это такое? Ну, такое вот, типа, типа, все кошер, да? Ну, ведь тогда же не было этого слова. Ну, конечно. А когда еврей дает своей дочке имя Кристины, это как? Не то же самое. Я понимаю, но на тот момент же не было понятия. Не было, а он при глупом ходе. Слушай, он же не глупый парень. Он очень глупый мыслящий человек. Он тактически мыслящий человек, а Яков стратегический. Не, но получается, что это без его ведома все-таки произошло. Так совпало, что его первая жена еврейка. Нет, она не еврейка, она хитянка. Я понимаю, я про имя говорю. А, про имя, ну да. Нет, ну слушай, имя, о еврействе имени Мадольф не слышал? Хорошо, но тут не только имя, тут она еще, вот до этого предыдущее предложение сказано, что Ицхак выпал, ну, там, колодец у него, да, Бер, как колодец, Бер, Бер, да, и следующее предложение, Исав берет дочь Бера по имени Ягудит. Да, но Бер это хитян, хит. Да, но как-то вот сразу две такие очень интересные детали в следующем предложении. Ну, слушай, он вообще, впрочем, по-моему, он был человек с юмором, потому что Исав? Исав, конечно. Или автор Тора? Нет, автор Тора, у него такой юмор, если добрая улыбка, просто счастье, если, не дай Бог, кривая, то конец света, лучше не родиться. Вот. Ну, вот, Исав, он, он же прикидывался благочестивым, и достаточно успешно, потому что у Исхака не было опыта, ну, распознавания. У него примера не было, все внутри семьи общались прямо. А Ривка узнавала в его подходцах, вот, она узнавала всю свою арамейскую родню эту, с жуликов. Они, причем, Исав с ними не встречался, но она видела тех и видела этих, и когда она видела в своем сыне проявление тех черт, вот, то для нее было все совершенно очевидно. А Исхака это обманывает. Хотя есть мнение, что он потому был готов дать Исаву такие благословления, именно потому, что он видел сущность Исавы, и это было, ну, предположение, что это было способом, ну, попыткой его исправить. есть такой комментарий, он мне не нравится, он мне кажется натянутым, но я его не вижу, потому что он есть. Ну, то есть, ты объясняешь вот эти две странных детали в следующем предложении, вот именно внешней, как бы, имитации, да? Имитации, да. То есть, показная религиозность. показная религиозность, это такая зараза, такая страшная вещь, не дай Бог, она может отвратить от религии и от религиозных ценностей человека просто на раз. Потому что если человек без, ну, там, не важно, без кипе, без каких-то атрибутов, ведет себя, ну, как-то так себе. Это один уровень восприятия, а если у него там какие-то признаки принадлежности, а он этически не соответствует, то тогда хочется отскочить дальше, чем видел, и не приближаться вообще ни с какого Бога. Вот поэтому компрометация, это страшная вещь, называется хилу-ля-шем, ну, дезавуирование, ну, опозоривание Бога, опозоривание им, ну, имеется в виду Бога. Ну, это, как сказать, больше работа на публику, чем желание угодить Всевышнему. Ну, конечно, однозначно. Более того, иногда даже для себя. Я видел, реально, я не хочу сейчас называть, не нужно, я видел человека, который в своем магазине обсчитывал, причем обсчитывал он случайных посетителей, постоянных покупателей, он ни в коем случае не общится, он достаточно умный. При этом он в кипе. Ну, сейчас у него уже там в таком возрасте, не знаю, живлю, что вряд ли у него есть магазин, но тогда. И когда об этом узнавали, ну, то реакция была очень юстная. Ну, как? Вот эти все кипасты, вот он в кипе, а это все они такие? Ну, просто держись. Вот так. А то, что Эссав женился, ну, взял в жены хетских женщин, я в этом не вижу случайного. Хеты народа индоевропейского происхождения. Извини, пожалуйста, сейчас немножко отмотав назад. Получается, что религиозный человек будет, зная это, что можно быть, испортить, так сказать, свои поведения, да, тягу к религиозным всем этим атрибутам, он будет стараться стараться соответствовать. Для такого рода чувства. Да, но он же будет ломать себя во многом. Да. То есть, он будет неестественным, вот что я хотел сказать, теряет естественность. Да, в большой степени. Значит, вот смотри, законы шаббата не запрещают ездить на велосипеде. Ну, то есть, нет запрета ездить. В субботу, я имею в виду, да, нет запрета ездить. Ну, есть запрет зажигать огонь, есть запрет использовать труд вьючных животных или других людей и так далее. Но мы для себя не ослики, не лошади, да, не могут. Никакой проблем. Мы ничего не зажигаем, не включаем? Нет. Даже электрооборудование можно снять с велосипеда. Но представь себе, я там езжу на велосипеде уже, я не знаю, сколько лет, 49 лет. Вот. Значит, и вот меня увидят на велосипеде. Что решат? Два варианта. Либо, что я все нарушаю, ну, мы же знаем, что нельзя ездить в шабал. Либо, что я все нарушаю, и тогда не надо слушать вообще, что я говорю. Смысл нет. Либо я все соблюдаю, и тогда, оказывается, ездить можно, и человек сядет и на мопед, и на мотоцикл, и в машину, и заведет, и поедет. Или там лошадь запряжет и нарушит. Получится, что я могу одним движением создать целую реакцию домино, как в одну сторону, так и в другую, причем одновременно. При этом на роликах никакой проблемы. А чем отличается? То есть, в результате того, что кипа, все дела и так далее, я не могу себе позволить то, что разрешено Торой, потому что это будет дурным примером для одних и для других. То есть, где я могу так кататься? Я могу так кататься либо в религиозном поселении в Израиле, где все знают закон, либо в том месте, где никто не знает закон, либо в том месте, где не знают, что я еврей. То есть, оделся, как все остальные, взял на велик в шаббат и поехал. В лосинах. Ну, я не знаю, там в лосинах ни в лосин, ни суть. Вот. Но и поехал. Все. То есть, если не знают, что я еврей, то не будет этой реакции. Если не знают закона вообще ни с какой стороны, то тоже не будет реакции. Там, где все хорошо знают закон, тоже ничего. Проблема в полузнасти. Раз. И в неготовности задать вопрос. Два. То есть, люди сделают вывод, не пытаясь выяснить. То есть, ложная скромность такая. Ну, я не знаю, скромность. Мы додумаем. Скромность или еще что-нибудь. Не суть. Но в результате окажется, что я приведу к нарушению. Как в одну сторону, так и в другую. Одним движением. Значит, моя, ну, не важно, чья, твоя моя ответственность в этом смысле заходит за габариты закона. И тогда вступает в дело другой принцип не подавать дурной пример. То, что называется на иврите демурет айн. Демурет айн. Это из армиста. Чтобы не, ну, в общем, чтобы не подавать дурной пример. то есть, то есть, что ответственность религиозного человека заходит за габариты закона и в этом смысле поведение не естественное. Да. Религиозного, который преподает. Не только. Может быть, любым функционером. Там ведущим молитву в синагоге. молитву в синагоге. Который делает обрезание. Еще что-нибудь. Не суть. Может кашрут, который следит за кашерностью. Ну, увидят его, что он там ага, ездит в субботу на велосипеде. Ну, поди спроси, задай вопрос. Получи ответ. Все будет нормально. Но не спросят, сделают вывод и нарушат. Целый ряд заповедей нарушат. Поэтому взялся за грудь и говори что-нибудь. Если ты уже заявился как религиозный человек, то твоя ответственность за души тех людей, которых ты не знаешь, она ограничивает во многом. Я тут встречался с одной парой из Израиля. И муж, он из иудаизма. Отскочил? Нет, он не отскочил. Он с цицид, в кипе, все. Мы сидели в кафе и там принесли молочный напиток, а потом мясное блюдо успокоит. Сел, сказал, что после молочного можно сразу мясное. Я сказал, я так не употребляю. Нормы от минуты до полутора часов считаются минимально принятым 15 минут. Но есть те, которые считают даже минуту. Минута, после и все. Значит, есть... Ты оказался более религиозным, чем соблюдающий еврей. Вот у меня вопрос в том, что не заморачиваюсь ли я на этих вопросах. Но если понимаешь, если бы я был, допустим, как сказать, вот то, о чем ты говоришь, не знал бы этих вещей, я бы загрузился. Потому что этот человек с Израиля, он в кипе, он с бородой, он с цицит, а у меня даже цицит нет. Я даже кипу не одел в тот день. У тебя и бороды нету сейчас. Да, да, да. Если бы я этих вещей не знал, я бы грузанулся и разочаровался, я бы сказал, что это молочное с мясным местом. Вот о чем речь. Пример как бы в тему. Получается, если не знаешь, лучше спрашивать. Да. Да. Или не загружайся. Да. И вопрос, как сказать, ну, видишь, в чем-то, в чем-то мы, когда мы стараемся, ну, я про себя, в чем-то, попытаешься даже вот туалетную бумагу там нарывать перед шабатом? Нет, это не нужно. Это раньше было, когда не было перфорации. Но поскольку туалетная бумага предназначена для нарывания и там есть перфорация, то эта задача входит в конструкцию. Поэтому, пожалуйста, можно нарезать. О, вот, видишь. А знаешь, когда раньше нарезали туалетную бумагу на целый год, не знаешь? На пятый день Хануки. Почему? Потому что Иисус по-еврейскому календарю жил. И родился он на пятый день Хануки. Я слышал такую версию. в результате в пятый день Хануки Тору не учат. Потому что свет Торы померк в результате. Играют в шаг. Вот это уже голова, рабочий орган, как-то ее загрузить все-таки надо. И нарезают туалетную бумагу на целый год в знак такого отношения. И то, и другое, и третье глупо. Потому что играть в шаг, можно в любое время. В конце концов, отмечать дату его рождения, если ты его не считаешь значимой фигурой, какой это смысл? А если незначимой, то зачем ты какие-то действия совершаешь? И в чем тебе поможет заранее нарезанная туалетная бумага в твоем духовном росте, я тоже, честно говоря, не очень понимаю. Но поскольку никому не мешает, на здоровье. Но при этом я включаю телефон, я захожу в соцсети, то есть я просто хочу сказать, что в чем-то пытаешься вот до такого дойти, а в чем-то даже близко не доходишь. Я не хочу становиться в позу прокурора. Хорошо? У каждого свои отношения с Богом. Может быть, твое соблюдение, которое из платформы ноль минус, оно более ценно, чем у какого-нибудь там раввина, выросшего в раввинской семье? Я не знаю. Может быть, у тебя какие-то такие заслуги, которые перевешивают заранее и проехаешь без права обжалования амин. Поэтому вот эта установка «не болейте, да не лечим и будете». В смысле «не судите, да не судим и будете». Это еврейская установка, строго говоря. Каким судом вы судите, такие возгласы? Это еврейская установка. Он просто процитировал. То, что он процитировал, оно не теряет актуальность. Можно так баруху сказать. Куришь в шаббат? Куришь или нет? Скажи. Это вопрос был? Да, куришь в шаббат. Не курю. Уже молодец. Ты знаешь, во время Ельцина был один деятель, который вышел на демонстрацию с плакатом, с транспаратом «Куришь, пьешь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива». Так вот его по личному заказу Ельцина искали, искали и вычислили. Все-таки посадили. И вот вопрос, где эта грань заморачивания перетекает и где это, ну, как бы сказать, норма. Это первое. Второе, то, что начинаешь замечать за другими то, чего они не соблюдают, а должны были бы вместо того, чтобы в себя смотреть. Тоже такая, знаешь, фигня нездоровая. Оно мне надо. Хороший вопрос. Он много объясняет, кстати, да, именно в такой форме. Значит, там, где вместо стремления и старания сделать хорошее с очевидной пользой и последствиями, человек начинает там вдаваться в тонкости ритуала и начинает себя изводить мелкопокусывая внутри. Ну, я не думаю, для меня это какое-то саморазрушительное удовольствие и расти в собственных глазах, потому что такое взыскательное по отношению к себе, мне это не представляется путем духовного развития. это какие-то игры с самим собой. А вот, там, где хочешь сделать хорошее, делаешь. Ну, сделал чего-то не очень хорошее. Ну, решил больше не делать, но не зацикливаться, иначе так и будешь ходить по кругу. И хорошо, а там, где начинается вот это самоедство изнутри, толку никакого, одни убытки. Ну, там, на уровне личности, состояния организма и так далее. Ой, случайно нажал кнопку, прошу. Ничего. Вообще, шаббат, это такое... и празелитов, да. Это просто такой классный тренинг на, как бы, религиозность или избавление от религиозности, когда сам... Потому что очень много вещей, которые нужно выбрать. Даже если пытаешься в Сертодаксе, там же все равно же есть эти люфты, да? Ну, да. Это так, вот просто я обожаю, потому что прямо очень много, очень много очищения происходит от этой вот замороченности в результате. Ну, конечно, ухи много что делать. Просто если к себе относиться с юмором, доброжелательным, с пониманием, с готовностью прощать других в той же степени, как себя, ну, хотя бы близко, то я думаю, что Бог добрее, чем его апологеты, защитники. Чем мы представляем, да? Да. Ну, получается, все, что вышеперечислено, это вот эта игра в религиозность, это то, что внешне такое, это фокус в каких-то мелочах, которые не настолько значимы, чтобы им придавать такой значимости. когда ритуал перевешивает смысл ритуала, ради чего, да, все это? Да. Тогда начинается окостенение, склерозирование изнутри. Это уже грустно, это часто происходит. Скажи, это все проходят, то есть каждый, кто соблюдает, он проходит эти вещи или нет? Нет, нет. Есть люди, которые сохраняют адекватность психическую, социальную, религиозную, этическую, не впадая в крайности. А есть те, кого штормит и отпускает, а есть те, кого штормит и не отпускает. Значит, дальше это вариант либо ультра-ортодоксальный квартал, шаг вправо, шаг влево, расстрел и, в общем, как Рэбе сказал, так оно и будет. Либо психушка, либо человек отскакивает от всех дел, потому что не в силах выдержать то давление, которое сам себе создал. Рамки, которые не по Хуану Сомбреро. Есть еще вариант, когда он делегирует свои все религиозные полномочия кому-либо за определенную уступку. То есть ищет представителя, посредника, кому передать свои религиозные обязанности, полномочия. есть вопрос, по которому предлагаю закончить урок. Ишмаэль пошел, взял, вернее, нет, Исав взял дочь. Дочь увидел, что его журн противны Ирифке Ицхаку, а Ицхак женился в 40 лет, Яков пошел жениться, значит, это тема в тренде, как сейчас сказали молодые ребят, то он решил не выбиваться из общего направления, из моих стрима, извините, за такой сверху молодежи. И тоже присоединиться к этому празднику жизни со своей стороны. Но на самом деле он ничего не исправил, он такую усугубил. Почему усугубил? Ну, потому что сестра Невальота, она была такой же долопоклонницей, как все остальные ваку. Ну, представляешь, какой напряг, да? Значит, в уицкак. Ну, то есть, получается, что, ну, как, слушай, ну, а что, к Лавану, к Лавану пошел Яков, там же тоже этот поклонник. Значит, когда он пошел к Лавану, то он пошел не брать идолопоклонницей, а вытаскивать идолопоклонницей. И благословление, которые к нему перешли, мы видим, что он их передал своим детям, там идолопоклонства нет. Тогда что? Что плохо? В том, что он попытался угодить маме и папе и опять мимо, да? Хотя формально так. Да, да. У него вообще вот с этой частью, у него сплошной формализм. Ну, тогда получается, у нас действительно на весь раздел, на всю главу, у нас есть внешняя религиозность без внутреннего содержания, да, и неправильные поступки ради правильного содержания. Да. Да. Хорошо подытожил. Молодец. Я взватающий. Так, давайте так. Есть ли еще что-нибудь по главе? Если нет, остановим запись и будем бесцензурно общаться. Да, хотел бы вопрос задать. Давай. Смотрите, то есть получается, что мы живем в причинно-следственном мире. Правильно я понимаю, что праведники это те, которые не делают поступки, которые за собой несут какие-то последствия, которые для них пагубные. Для них или для окружающих, да. Или для окружающих. Яаков, получается, он праведник, еще и пророк, и он осознанно идет на такие поступки, которые потом несут определенные последствия. То есть он, я так понимаю, он умышленно на это идет. Да. А почему? Не было другого выхода? Ну да, не было. А кто еще мог нести идею одного единого богу? Вот был Авраам. Вот он умер. Не, окей, с Авраамом понятно. Например, вот он идет, да, там, мама говорит, иди к папе таким образом, ну, она конкретно говорит, все проклятие на мне, если вдруг чего. и он, ну, ты сам сказал, он менжуется, он неохотно идет на это. С одной стороны, он слушает маму, а с другой стороны, он кидает папу. Вот как вот в этой ситуации? Не было другого выхода? Не было, таки плохо. Ну, а что делать? Ну, понимаешь, ну, мир же не черно-белый. Ну, да, 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 да. Но я думаю, поэтому, может, был другой какой-то выход. Слушай, ну, какой другой выход? Ну, смотри, там, один большой молодец, он там во внешних делах, там, вот, другой сидит в шатре, учит там весь в семейных вопросах. Тот изображает из себя, хочет получить то и то, еще 25-й. Он продал и хочет получить то, что он продал, да, ну, нормально. Продать дом, остаться в нем жить и еще настаивать на своем праве хозяина. И еще и выступает. Если бы он был не такой хитроухий и амбициозный, они бы договорились. А то есть был возможен вариант договориться Яакову с Исаму? Ну, конечно, был вариант договориться. Они договорились, он продал приворотку. Ну, и хорошо, все. Ты продал, молодец. А он продал и хотел получить что-то. Ну, как? И я прошу прощения за это самое. И рыбку съесть, и колготки не порвать. Так не получается. Да, интересно. Не все же вписывается в схемы всегда. Ситуация идет впереди закона. Любого. Там, светского, юридического, религиозного, канонического, ну, любого. Любая ситуация опережает закон. Закон – это осмысление и формализация по следам ситуации, а не заранее. Окей, спасибо. До здоровья. Исраэль, благодарим тебя за занятие. Всегда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...